Всем привет! Сегодня у нас такая вообще глобальная тема, очень важная тема, что делать, когда декрет подходит к концу. У нас на самом деле много мамочек в декрете, перед которыми стоит выбор, что же делать, чаши весов, что же нам делать, какой выбрать для себя путь, чтобы и не ошибиться, выбрать найм, либо выбрать сетевую компанию, в которой ты начала работать декретом отпуске. И каждый начинает сомневаться, и поэтому мы решили с директорами поделиться историями. Я, конечно, своей историей еще делиться не буду, у меня история моя начнется с 2024 года, 8 ноября. Но, несмотря на это, у нас с мужем семейный контракт и открыто ИП, поэтому я в компании работаю, но только что еще находясь в декретном отпуске. Кто меня не знает, давайте немножко познакомимся. Зовут меня Жанна Филимонова, я проживаю в Республике Беларусь, город Новополоцк. Если есть кто-то из Визипской области, всем привет. Серебряный директор в закрытом звании и, конечно, как я сказала, мама в декрете. Мне 34 года, у меня двое детишек, одному три года, второму четыре месяца, который сейчас спит, как я уже говорила. И, конечно, мой девиз – это все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. Вот это мой самый любимый девиз, не знаю почему, но я его придерживаю всегда. Что бы ни случилось, руки опускать нельзя. Для этого нам они и даны, чтобы мы могли бы удержать себя, удержать наши мысли, удержать наше равновесие и нашу ситуацию, которая как бы она ни сложилась. И когда, вы знаете, да, вот в 2021 году, конечно же, когда я была беременна, у меня тоже мысли возникали, всякие возникали. И я прекрасно понимаю мамочек, которые собираются вот-вот-вот уже через 5-6 месяцев мне выходить на работу. Что же мне делать? Какие у меня мысли? О, Боже, дай мне сил разобраться с этим, чтобы меня поддержали, чтобы меня направили в нужное русло. Вот. Но, как оказывается, поддерживают не всегда и не все. И, конечно же, в нашем близком окружении не всегда готовы нас поддержать в данном направлении. Какие же у нас мысли возникают в декрете, да, перед которым стоит выбор, куда же нам пойти, наши вот я весы нашла, да, что же это декреты, наймы, либо это сетевой бизнес. Конечно же, у тебя появятся мысли, что же мне делать? Как мне выбрать? Какие плюсы, какие минусы? Что мне выбрать? Подскажите мне, да, потому что я сама не знаю, что мне делать. Как сказать мужу, что я не хочу выходить на работу? Как он на это отреагирует? Какие мысли будут? Что мне скажут родственники, мама, папа? Как же ты госработал? Как же стабильность? А как же отпуск? Доченька, ты что? Ты должна идти на госработу? Мы все работали. И все получаем маленькую пенсию, так и хочется сказать. Как сказать на работе, да, что я не выхожу на работу? Чтобы они искали нового сотрудника, да, на вас будут давить. Но вы понимаете, что мыслей у вас будет много. Конечно же, вы будете думать и про стабильность, и про отпуск, и, конечно же, что вам нужно будет ходить на больничный, вам он будет оплачиваться. Это тоже на работе. Но в другом, да, мысли, конечно же, возникают, на работу же я не хочу. Я понимаю, что мне здесь хорошо, мне хорошо дома работать, мне комфортно дома работать. Я знаю, что я себе выстроила график, а там я должна в 7 часов 6 подниматься, ехать, отсиживать свое время. И хорошо, если начальник заметит вашу перспективу, да, что вы работаете, скажет, какая же ты молодец. Но, как показывает практика, нашу работу здорово делаешь, отлично. То есть ваш начальник в будущем замечает это, что вы когда-то работали, работали хорошо, когда вы начинаете уходить. Вас начинают тогда оценить. А как же это? Ты человек уходит? Да ну, оставайся, работай, мы тебе премию дадим, мы будем тебя домой отпускать. Это, девочки, я вспоминаю, как я работала в школе. Я думаю, многие с этим уже сталкивались, да, что труд ценят тогда, когда человек начинает уходить. А если я, да, мысль еще такая, если я выберу сетевой, у меня не получится, я же потеряю основную работу. Девочки, дайте обратную связь. Возникают ли у вас такие мысли, вот если есть мамочки в декрете, перед которыми стоит выбор, может, у вас еще какие-то мысли есть, может, у вас какие-то были мысли. Поделитесь, конечно, очень интересно, потому что тема у нас такая сегодня живая, у нас сегодня живой разговор, обмен опытом. Нам расскажут три директора, реальные истории, как они выбрали свой путь, правильно ли они это сделали, как их поддерживали дома или не поддерживали, с какими ошибками они столкнулись. Так, вижу, чат отвечает. Так, что тут у нас в чат? Знакомо очень, поэтому я уволилась и никому ничего не сказала. И две месяца у меня получалось держать тайну, пока муж маме не сказал. Круто, Оля. Так, да, выход из декрета больше, чем полгода, поэтому еще не думала. Спасибо, девочки. Марина, вы в каком звании? На каком проценте сейчас находитесь? Пора уже думать, правильно. Так, но все-таки мысли, как правило, которые уже девочки начинали работать в сетевом, я думаю, что весы перевешивают в ту сторону, где находится сетевой, потому что на работу не хочу, выбираю сетевой. Какие же у вас преимущества будут ожидать? Я выбрала самые-самые такие основные. В первую очередь, это доход каждой три недели. Поэтому, а в компании Faberlic у нас есть возможность увеличения своего дохода, но ты должен взять за себя самостоятельность, да, что сколько ты заработал, сколько ты наработал, столько ты и заработал. Конечно же, у вас в сетевом будет удобный график работы. Вы сами определяете для себя время. Если вам удобно, утром работаете. Если вам удобно, днем работаете. Если удобно, конечно же, вечером, ночью нужно спать, да, у вас будет рост дохода, премии. Вы скажете, что на работе у меня премия ежемесячная. Хорошо, если у вас ежемесячная премия, но я вам скажу, что в Faberlic, допустим, есть премии, да, она, ну, большая, это за те, за 2-3 года, которую вы будете работать у себя на госработе, а в Faberlic вы получите сразу. Вас ожидает признание, сцена, звание. Посмотрите, как у нас девочки в декабре, в ноябре на форуме шли, да, за чеками, когда они такие счастливые, в красивых платьях. Этому только можно позавидовать. Отпуск, когда я захочу. Никогда мне скажет директор, Жанна, ты должна пойти, да, вот именно летом ты должна зимой пойти. Нет, я выбираю отпуск в сетевом, когда я захочу, когда мне хочется поехать куда-то. Как я уже говорила, работаю, когда мне удобно. Следующий момент, это же можно передать ваше детище, ваш бизнес по наследству своим детям. Вас ожидает пассивный доход, то есть уже у вас будет наработанная структура, и вы уже будете получать доход, и это очень прекрасно. Вам не нужно будет жить только на вашу эту пенсию, да, если в будущем у вас будет то пенсия и будет еще доход. Следующий очень важный момент, когда мамочки в декрете, каждый задумывается. На детские мероприятия не нужно отпрашиваться. Первое сентября, последний звонок. Утренник, восьмое марта, да, что там, Новый год. Вот, и вы самостоятельно, так, у меня сегодня праздник, я иду к ребенку, мне не нужно думать, как мне подойти к директору, в каком настроении мой директор отпустит меня или нет. Девочки, знакомы ли вам такие ситуации, да, о которых я сейчас проговариваю? Конечно же, когда ребенок заболел, ты думаешь, так, снова нужно идти говорить, мой ребенок болеет, нужно идти на больничный, как же он отнесется работодатель? Работодатель, хорошо, когда, если хороший директор, он у вас поймет, у него, что, говорит, да, я понимаю, ну, ничего, иди, больничный же оплачивается, да. А другой скажет, никаких больничных, вези ребенка к бабушке, к дедушке, меня не интересует, с кем будет сидеть твой ребенок, главное, чтобы ты была и вышла на работу. Здесь такого нет. Если ребенок заболел, вы без вопросов оставили дома, с ним сидите, и вас не мучает совесть, и головные боли, как мне, кому что сказать. Главная ваша задача, чтобы поправился ребенок. Ну и, конечно же, счастливое детство у детей, и большое наше будущее, это то, что если мы выберем сетевой. Так, что же у нас чат говорит? Да, больничная – это моя боль, до окончания декрета больше года на 6%. Так, Оля, так, что-то я задалеко. Так, еще 3%. Выходить из декрета через год. Аня, мысли всегда есть, но когда почувствовал свободу, уже точно не хочется этой стабильности на наемной работе. Оля Карпович, да-да, я уже давно думала, что учителя зарабатывают 1000 рублей. Оказалось, не только в прошлом месяце, потому что дали 280 рублей всем за классное руководство. Я сразу сказала, что не выйду на работу, Оля Миллер. Сказать, что у всех был шок, это ничего не сказать. Ребенка в 2 года в садик, и усиленно расти в бизнесе. А мне в ответ на работу пойдешь, как только дашь в садик. Нет, конечно, никто мне не будет командовать, хотя у меня хороший был доход и должен, но ощущения свободы там нет. Ирина, да, знакома, больничная моя боль. Да, девочки, на самом деле, вот видите, как это у всех прикликается, у всех это душевная боль. Я когда вот была Максом, да, передо мной стоял выбор, и я, конечно же, своих всех предупредила, что я на работу не планирую. Каждый промолчал, конечно, но еще тогда и директором не было, а когда стала директором, то все такие, Жанна, ну, если тебе так комфортно, если ты уверена, конечно, не иди на работу. Ты же можешь к нам в гости чаще приезжать, и не надо ждать больших выходных. Здорово, когда тебя на самом деле поддерживают. Ну, это я вкратце, что хотела вам рассказать, какие у нас мысли, что нас ожидает в сетевом. И сейчас наступил такой период, когда перед нами сегодня выступят три директора, поделятся своими реальными историями из жизни. Как с ними это произошло? Оправдались ли их ожидания? Трудно ли было им сделать выбор? Первое хочу представить Елену Михайлову, которую, я думаю, вы многие знаете. Она сейчас находится в закрытом звании старшего директора, проживает в республике Беларусь, город Пинск. Она не замужем, у нее двое детишек, 6 и 17 лет. И ее девиз по жизни для результата действий нужны каждый день. У Лены очень интересная история, которую я очень хочу послушать, потому что она, когда находилась в декретном отпуске, она уже, когда пора было выходить, она решила выбрать работу, но долго не поработав, она решила назад вернуться в сетевой. Потом она как-то, по-моему, опять возвращалась на работу, и в результате решила, нет, все, это мои ошибки, я сделала глупости, да, Лена, и возвращаюсь в сетевой. Ну, сейчас более подробно нам расскажет Лена о своей истории. Так, Лен, выключаю звук и даю тебе слово. Хорошо. Девочки, всем привет. Жанна меня уже представила, меня зовут Елена Михайлова. Проживаю в городе Пинске, совсем недавно я закрыла два звания директора и старший директор, но до них я шла очень медленно и очень долго, хотя это можно было сделать намного быстрее. У меня Максу в 2018 году исполнилось в декабре месяце три годика, соответственно, надо было выходить на работу. До декрета я работала в магазине продавцом, и возвращаться туда, конечно, я не собиралась. Поэтому в январе 2019 года я открываю ИП. Ой, забыла рассказать, что я в компанию Фаберлип пришла в 2017 году, когда Максу было всего лишь год и три месяца. Мама на тот момент крутила у виска и говорила, работа в интернете 2-3 часа, как обещают. Говорит, ну ты же сутками сидишь в этом интернете, результата пока нету. Ну, закончился декрет. В январе, повторюсь, с 2019 года я открываю звание, открываю ИП, заключая договор с компанией Фаберлип, а в феврале мне предложили выйти на работу в банк на должность администратора кредитования. Я согласилась, потому что, ну, потому что я решила, что у меня получится совмещать, и два дохода – это лучше, чем один. Но все пошло не так, как мне хотелось. Первая неделя более-менее, а потом начались трудности, потому что на работе я находилась с 10 утра до 8 вечера, пока домой – это уже около 9.30. Детям внимания уже совершенно не уделяется. Про компанию вообще можно забыть. Когда я выходила с декрета, у меня доход в компании Фаберлип был примерно 400-600 рублей, в зависимости от того, как я проработала каталог. На работе такой же доход был, но это же, если сложить все вместе, это 1200 и нормальненько все. Но все получилось не так, как я ожидала. Прорабатывать людей стало намного сложнее, потому что на работе одно, дома другое, и мой товарооборот с 1500 баллов красивенько свалился на 1500, ой, на 500 баллов. Из этих 500 баллов, 100-150 баллов были моих личных. То есть консультанты начали делать заказы всего лишь на 350 баллов. Но я же думала, что раз я им не помогаю, они самостоятельно будут делать заказы. Но не так все просто. Они пошли в Милую, в Остров Чистоты. Проработала я до января 2020 года. Все еще совмещала две работы. И тут компания Фаберлик запускает крутую акцию. Все ее знают, и за счет этой акции у многих пошел, конечно же, рост. Я включилась только на второй неделе каталога, потому что мне же было некогда. Я же работала на кредитах, людей там консультировала. И тут мы с моей Викторией, она чуть позже будет выступать, за первый каталог закрыли товарооборот 8700 баллов. Соответственно, мы сразу с ней вдвоем открываем старшего директора. Проработали мы первый так каталог, второй, третий. Начался ковид у всех. Меня на работе отправили на самоизоляцию на 4 месяца. Ну, я же думаю, ай, получила бонус, можно немножко расслабиться. Тогда бонус за то, что ты открываешь, подтверждаешь директора, был 2700. Сразу компания выплачивала следующий каталог. Ну, я расслабилась. В сентябре, получается, я выхожу по-новому на работу. Ну, товарооборот моей компания, структура опять упала. Уже еще лучше, на 700 баллов. И подниматься было потом очень тяжело, девочки. Как вспомню, это было, даже для меня каждые 150 баллов, это было такое вот движение вверх. Я помню, когда я дошла до Заветной тысячи, а потом пошла 1200, 1500, до 2000 оставалось совсем немножко. У меня аж дух захватывало. Я не знала, как это быстрее сделать, чтобы закрыть звание. У меня звание должны, я могла закрыть до пятого каталога 2022 года. Но у меня на тот момент уже стояла цель. С сентября, кстати, с мая 2021 года я ушла с работы. Потому что Макс у меня часто болеет. На работе вечно были все недовольны, что мы опять на больничном, что зачем работать, если можно сидеть на больничном, мне было сказано. Никто такое ощущение, что не понимал, что дети болеют. Это просто мы не можем без этого обойтись. В мае прошлого года у меня родители заболели ковидом. Максобронхит. Соответственно, они сидеть с ребенком не могут. И мне пришлось сделать выбор. Я ушла с работы. И честно скажу, с мая до сегодняшнего дня я ни разу не пожалела, что я ушла. Это был просто тот момент, когда мне надо было сделать. Сделать это было раньше. И вообще, наверное, я очень себя обвинил в том, что я вышла на эту работу, потому что я только на ней потеряла время и потеряла свой доход. Еще раз повторюсь, когда я выходила с декрета в компании Федерлип, у меня был доход 400-600 рублей, а потом он упал до 100-220. Соответственно, ощутимая потеря была. Ноябрь, декабрь и январь я работала в прошлого года. И это, конечно, практически по 20 часов в сутки. Но это того заслужило. Во втором патологии, третьем, я закрываю звание. Он был двухнедельный, хотя он был очень тяжелый у меня. В семье были большие трудности. У меня на четверг 17 февраля было всего лишь 700 баллов. До конца каталога оставалось буквально три дня. Вечером 18 числа кто-то проплатил, и там тысяча было. За пятницу, за субботу и за воскресенье, проработав структуру, получилось закрыть полностью вот эти вот две тысячи заветные. Большое спасибо Виктории. Она оформляла в последний момент мне заказ моему консультанту, потому что сайт очень в тот момент виз. Заказы сделать было вообще невозможно, но это у нас получилось. И я очень благодарна девочкам за поддержку и то, что это произошло. И получается, что я в последний момент закрыла целых два звания. Девочки, хочу дать совет. Если вы сомневаетесь, выходить декреты на работу или нет, честно скажу, не выходите. Потому что можно потерять все то, что вы... Время, которое вы тратили на тот момент, когда вы были в декрете и меньше уделяли время ребенку, и получается, когда вы работали и строили свой бизнес, и вы тут вышли на работу, вы можете это просто за один момент, грубо говоря, просрать. Потому что когда ты начинаешь совмещать, времени ни на что не хватает. И самый главный еще совет, никогда не опускайте руки. Какая бы тяжелая ситуация не была в вашей жизни. Потому что все эти трудности нас просто двигают вперед. Спасибо большое, что вы слушали. И сделайте, пожалуйста, всегда правильный выбор. Лена, спасибо огромное за твою историю. У нас, девочки, почему-то конференция через 8 минут закончится, мы выйдем, потом заново зайдем. Лен, ну, пока есть время, чтобы на тебе уже завершить эту конференцию, чтобы потом заново зайти. Расскажи мне, как ты проработала с Викой структуру, что вы сделали за два дня, правильно, с 1000 баллов. Я делала 500 баллов. Это было, конечно, у меня волосы сидели, все, везде волосы поднялись, да? Но это я сделала. Ну как ты, тысячу за два дня сделала? Расскажи мне, пожалуйста, поделись. Я думаю, для всех это вообще круто сделано. как вы прорабатывали? Я работаю вообще через рассыщик в Мэйлин. Очень легко и просто, мне он очень нравится. Через чат я не работаю, потому что многие консультанты его просто не читают. И, честно скажу, в последний каталог, в последние дни я людям, за то, что они оплатят свои заказы от 35 рублей, дарила подарочки. Недорогие, где-то от 5 до 6 рублей. И люди на это очень хорошо реагируют. И все. Кто-то без подарка проплачивал свои заказы, кто кому-то дарила подарки. Класс. Вообще шикарная история. И очень душа, на самом деле, рассказывала, да? И мурашки мне так вот. Ух, вообще классно, классно, классно. На самом деле, кажется. У меня. Ну, я знаю, знаю, что у тебя еще были свои там истории, да? Которые не будем говорить. Ну, вообще... А скажи, пожалуйста, твоему сыну, подожди, 17 лет, он как отреагировал, что ты бросила работу и пришла в сетевой? Ну, все вообще были в шоке. Родители вообще никогда не думали, что получится. Они просто думали, что это просто так. Ох, но в любом случае тебе не препятствовали, правильно? Ты решила? Тебя же не уговаривали? Нет, Лена, ты что делаешь? Отдумайся. Нет, никакого не было. Ну, очень сомневались, и, конечно, помощи особо не было. Кстати, в результате открывала пункт выдачи, на котором мы с Максом, Максом на тот момент было 2,3 года, 2,3 месяца. Мы открывали пункт выдачи, ремонт мы делали там самостоятельно, он в коляске, и кушали мы в коляске. Первую поставку мы тоже принимали с ним вдвоем на пункте выдачи. Ну, мы справились. Молодцы. Спасибо большое за твою, на самом деле, классную историю, я думаю, которая затронула многих, которые сталкивались, я думаю, с такими трудностями не сталкивались, но особенно, как за 2 дня тысячи баллов сделали. Девочки, берите опыт на вооружение. Спасибо, Леночка, сейчас перед нами будет выступать еще один директор, да, это все, уже все ее точно знают, это Юля Репчинская, она у нас находится в открытом звании серебряного директора, тоже из города Пинска, Республика Беларусь, 34 года, замужем, двое детишек, 10,7 лет, и в жизни бизнес растет со скоростью роста его владельца. У Юли тоже необычная история, она пришла в компанию Фаберлик, когда до декретного ей оставалось два месяца, но свою историю пускай она расскажет сама, чтобы я не сделала ошибок, которые, да, допустим, я же ее историю хорошо не знаю, но она расскажет, поделится именно своей, а мы, если что, будем слушать внимательно, слушаем, точнее, внимательно, и потом зададим вопросы, которые нас будут интересовать. Юлечка, предоставляйте слово. Девочки, всем привет, меня хорошо слышно? Все, хорошо. Я в компанию Фаберлик пришла на момент, когда моему второму ребенку было почти три года, то есть на тот момент оставалось два месяца до окончания моего декрета. Все знают, что до этого я работала удаленно, работала достаточно долго, в принципе, все у меня было хорошо до определенного момента. Девочки, звук у всех есть? До определенного момента все было хорошо. Ну, как бы в свое время я хорошо зарабатывала, в принципе, меня все устраивало, и как таковой, как сетевой я вообще не рассматривала. Но получилось так, что в какой-то момент, я уже не буду углубляться в подробностях, просто получилось так, что начались проблемы с количеством работы, то есть есть стало намного-намного меньше. Я понимала, что мой доход, он прям существенно упал, то есть на тот момент у меня доход составлял, вот в конце уже, когда он упал, где-то 100-200 долларов, то есть, ну, это были вообще сущие копейки, и, грубо говоря, мы как бы жили, в принципе, на зарплату мужа. Я на тот момент, что понимала, для меня всегда было очень важно работать из дома, то есть для этого было много разных причин, и я уже за эти годы привыкла, то есть я другой график работы в принципе не представляла, потому что мой опыт работы в нами, чтобы вы понимали, это целых 4 месяца после окончания университета, то есть я проработала в школе 4 месяца, я поняла, что работа на дядю это не мой конек, и я ушла, в общем, на удаленку искать себя. Как я искала, это тоже отдельная история, но, в общем, долгие годы я работала по конкретной специальности копирайтера продающих текстов, вот занималась этим. И получается, когда настал такой момент, что доход очень сильно упал, до конца декрета остается 2, да, Оля, до конца декрета остается 2 месяца, я понимаю, что я не хочу выходить куда-то, я рассматриваю только удаленную работу, то есть другие варианты мне не подходят, мне это неинтересно, я не готова идти в найм, я не готова работать за эти деньги, я начала как бы искать какие-то, смотреть варианты, ну, как бы, что может быть в интернете, да, то есть до этого я там кое-что пробовала, но не зашло, в общем, я понимаю, что не то, то есть, в принципе, если бы дальше по текстам все было хорошо, я бы дальше писала те же тексты, и, в принципе, нишу какую-то в своей работе я бы и не планировала менять, но получается, как бы, что все упирается в зарплату, плюс у меня еще один такой момент, у меня муж периодически уезжает в командировки, то есть мне детей нужно забрать, я понимаю, что у меня вторая родится, которая будет дома, то есть садик, садика старшего нужно завести, привезти, плюс какие-то кружки, бабушки нам не помогают, то есть получается, если мужа нету, как я с этим всем буду справляться. Был такой момент, что я нашла другую удаленную работу за хорошую зарплату, за очень хорошую зарплату, я даже на нее вышла, девочки, но я проработала пару дней, я поняла, что фирма была с Питера, то есть там график работы был удаленный, но не свободный, то есть я должна была привязана быть к компьютеру, то есть я не помню, то ли с девяти до семи, то ли с восьми до восьми там был график работы, получается, то есть я понимала, что меня этот вариант как бы работы не устраивает, я не могу отпроситься там пойти в садик ребенка забрать, вернуться, то есть ну это как бы тоже было одним из таких факторов, вот поэтому как бы я отказалась от этой работы и как раз получилось так, что в моей жизни как бы пришел Фаберлик, да, совершенно случайно по предыдущей работе, но с течения обстоятельств такое получилось, я узнала обо всем и Сова в принципе пришла в команду, то есть получается, когда у меня закончился мой декрет, это был ноябрь 2017 года, я только зарегистрировалась в Фаберлик, то есть к этому времени только прошла обучение, я только начинала рекрутировать, дохода в Фаберлик у меня не было от слова вообще, доход у меня был 100-200 максимум долларов от предыдущей работы, и вот первый получается не год, полтора года я совмещала, то есть ИП я свое открыла, вы знаете, когда, когда где-то через полгода, даже не, да, полгода, получается, это был февраль 2018 года, через полгода после того, как я ушла работать в Фаберлик, то есть я открыла ИП, у меня ИП, получается, вид деятельности был рекламный, и он у меня подходил под копирайтинг, и он у меня подходил под Фаберлик, но в Фаберлик у меня еще не было дохода такого, который я мог, ну, чтобы заключить договор с компанией, у меня не было такого дохода, то есть первый год у меня там до 100 рублей доходила максимальная объемная скидка, через полтора года с момента прихода в Фаберлик моя объемная скидка стала где-то 450-500 рублей, тогда я подала на заключение договора с компанией Фаберлик, и уже на тот момент получается все, я начала деньги получать на карту, плюс какие-то там копейки падали у меня с копирайтингом, там реально девочек было мало, просто вот это первое время я все время совмещала, да, и, ну, хотя мне нравилась моя работа, и уже вот я понимаю, что когда я заключила договор с компанией, у меня стал такой выбор, либо мне вот дальше вот это пытаться как-то совмещать, либо дальше мне все-таки пойти в Фаберлик, и я полностью отказалась от копирайтинга, то есть я принципиально не брала проекты хоть как бы, и самое интересное, что когда я отказалась от копирайтинга, у меня начали появляться нормальные по деньгам проекты, за которые хорошо платили, ну, с течением текста, но я понимаю, что мне просто нужно взять и потратить, например, ну, там, чтобы хороший текст написать, но часа 4-5 мне нужно стабильно здесь вот так вот обдуманно сидеть, вот прямо его там по структуре писать, и я просто начала от этих проектов отказываться, и вот как раз получается, первый раз я открыла звание директора, когда у нас был рекрутинг робота Марка, мы тогда работали, у нас как раз акция на тысячу рублей была, и вот тогда я первый раз, уже у меня была открыта ИП на тот момент, я первый раз тогда открыла звание директора, а так ИП, ну, получается, вернее, договор с компанией я открыла на уровне 15%. Что касается вообще поддержки семьи, то есть у меня муж отнесся очень нейтрально, потому что он понимает, что бесполезно мне говорить, не делай, потому что я все равно буду делать, то есть, ну, хочешь, пожалуйста, знаете, у него такой девиз, чем бы дитя не тешилось, пусть хочет, пусть пожалуйста, ну, спасибо, что никто не отговаривал, да, то есть как бы нейтрально, хочешь, делай, То есть я у него прям так не спрашивала, но я думаю, что особой там как бы такой веры у него нету, но хочешь, пожалуйста. То есть когда он увидел уже какие-то там деньги, он вначале, помню, еще говорил, когда первые эти объемные скидки, там заказы же списывал. Он говорит, ты ради этих баночек там что-то там делаешь? Я говорю, да, ради баночек делаю. Ну, как бы так нормально, то есть никто мне там не пилил, что ты там сидишь в компьютере, ну, как бы с этим мне повезло. Что касается родителей, я в целом никого в известность не ставила, то есть они как дома работала, да, так и работают. То есть я как бы в подробности какие-то вот не углублялась. Вот, в принципе, вот так вот у меня как бы все получилось. Ну, для меня основополагающим это было то, что я не рассматривала варианты другой работы вообще. То есть для меня только удаленка и только по свободному графику. Вот, ну, как бы это такое вот основное мое было. А по поводу работы в декрете, я же, получается, вот у меня двое детей, и оба свои декрета с самого рождения до трех лет и один и второй ребенок, я полностью работала удаленно, совмещаясь с копирайтингом. Опыт у меня огромный, поэтому кому надо, могу отдельной темой прям поделиться. Потому что все два декрета, все шесть лет я стабильно работала с одним и со вторым ребенком. Вот, как-то вот так вот. Юля, спасибо за твою историю. Вообще такая, ты быстро так, огонек. Вот, и вещь, я даже, даже я уже забыла, что ты на 15% открыла ИП, видишь, а я думала, что ты его открыла еще когда работала копирайтингом. То есть в декрете. Вот, какая интересная история. Здорово, на самом деле, когда поддерживает семья, когда тебе не мешают, да, главное, что ты приносишь доход. И при том, расскажи мне в двух словах, как ты справлялась с детьми, потому что у тебя же ты в декрете была, дети маленькие были. Ну, хотя уже почти три года, но все равно сложновато в этот период тоже работать, потому что я даю, хочу, не зря дают мамам ордена, да, которые сидят дома с детьми, у которых пять, шесть детей, четыре. Потому что когда тут двое дома, это уже все вынос мозга. Я не знаю, как это справиться с эмоциями. Ну, вот буквально пару фраз скажи, вот как ты справлялась, именно когда у тебя двое мальчишек при том. Жанна, знаешь, мне кажется, оно, наверное, все просто приходит с опытом каким-то. Просто стараешься выстроить какой-то график, чтобы хотя бы примерный он у тебя какой-то был. Понятное дело, что особенно когда дети прям совсем маленькие, ну, тут уже ты полностью зависишь от ребенка. Благо, что у меня их двое, то есть они могут между собой поиграть. Они, конечно, и подраться могут, но заняться чем-то они тоже могут. На текущий момент вообще хорошо в плане того, что они у меня уже вдвоем вместе ходят на улицу. То есть если я вот изначально боялась, то сейчас я спокойно их отпускаю на улицу, вот они идут. Что касается графика, вот у нас стабильно утром, у нас дети у меня еще в разные смены учатся. Один в первую, один во вторую. То есть это, да, веселухо. То есть младшие у меня ходят в первый класс, соответственно, его нужно и завести, и забрать. То есть утром я, получается, Машу завожу, прихожу домой, работаю где-то, вот 11.30 или 12.00 у них заканчиваются уроки. Иду, забираю, в обед всех к кораблю, потом второй отправляется у меня в школу, получается. Остается дома, я работаю и параллельно где-то одним глазом поглядываю, что он пишет там свое письмо уроки. Вечером приходит у меня старший ребенок со школы. Это начинается тоже часть уроков. Часть уроков остается на следующий день, потому что физически он у меня не может все четыре урока на следующий день выучить. Ну, как бы ему тяжело вечером. Некоторые дети нормально учат вечером уроки, а ему тяжело. То есть он один, ну максимум два вечером делает, и какая-то часть еще остается наутро. То есть вот это все у меня, получается, как бы идет в таком вот режиме завел-привел, поделал работу, побежал туда-сюда. Ну, вот как бы вот так вот совмещаю. Мне кажется, что когда дети оба ходили, ну как бы в садик, это прям было лучшее время, которое может быть. Поэтому, девочки, вот вам совет такой, вот у кого хотя бы один ребенок в садике, второй дома, а если у вас двое в садике, ну вас прям, знаете, вам собок просто велел. Поверьте, это самое лучшее время, вот услышите меня, которое просто может у вас быть для работы. Лучшего времени у вас не будет никогда. Потому что когда, я тоже думала, знаете, ой, дети подрастут, пойдут в школу, да, вроде, угу, час. Они пойдут в школу, у них начнутся уроки какие-то, которые нужно делать, и зачастую это вообще не 10 минут и даже не час. То есть начинаются какие-то другие вопросы, особенно если это будет две смены, то есть это вообще разорванный день получается. Поэтому, когда у вас дети в садике, оба, у вас целый девочки день. Вы заденете, просто горы можно свернуть. Поэтому для тех, у кого ребенок входит в садик, и вам, например, осталось полгода до выхода, ну как бы на работу, девочки, просто 24 часа в сутки. Ладно, 8 часов поспите. Остальное время работаете. Вот я вам серьезно говорю, вы просто за это время сможете сделать классный результат. Но это того стоит, потому что, ну, я на первых, то есть я понимаю, что, наверное, когда у меня дети были младше, мне, наверное, даже легче работать давалось, потому что где-то они были в садике, у меня больше оставалось времени, чем сейчас. Вот реально я понимаю, что тогда у меня, оказывается, было даже больше времени, чем сейчас. Но ничего страшного, мы приспосабливаемся к обстоятельствам. Просто хочу вот акцентировать внимание, что не нужно свое, ну как бы, упускать именно вот это вот время, когда у вас дети вот идут в садик, у вас остается время до выхода на работу. Вот прям вообще не упускайте его. Юль, спасибо огромное. Девочки, если есть вопросы, задавайте Юле по горячим следам, пока она готова поделиться своими фишечками, историями. Поэтому, если есть, задавайте. Если нет, мы будем продолжать знакомиться и слушать истории следующего директора. Так, смотрю в чат. Если не вижу вопросов, то продолжаем. Юля, спасибо большое за практическую. Практически это как бы 8 часов поспать, остальное время работать. Отлично, это так и должно быть пока что, пока не вышел на хороший доход. Юля, спасибо огромное. И сейчас мы приступаем, девочки, к следующей истории. Это Вики Галюк, Виктория Галюк. У нее очень интересная история, потому что она мне где-то, может, в плане работы переплетается. Поэтому мне очень интересно узнать, как она пришла к такому. Виктория у нас сейчас находится в закрытом звании старшего директора. Она также проживает в Республике Беларусь, город Пинск. Кто там написал, Пинск сегодня рулю, да? Я написала. Ей 33 года, она замужем, у нее двое детей, 3-5 лет. У нее мальчик и девочка, насколько я помню. Кстати, вот у Вики мальчик и девочка. Девочки надо брать пример. На болевшем, да? Скажет, конечно, у нее есть еще своя история, когда муж не поддерживал, как она на это отреагировала, как она приняла решение вот это вот самостоятельно. Потому что, на самом деле, я знаю, что многие девочки очень переживают, когда муж не поддерживает, когда семья не поддерживает. Что же делать, как нам быть? Поэтому, Вика, очень ждем твоей истории, потому что она очень волнительная, тревожная. Вот, предоставляю тебе слово. Я сама волнуюсь, Жанна. Спасибо большое, Жанна, во-первых, за этот вебинар, который ты организовала. Такая интересная идея. Надеюсь, что будет много просмотров у наших историй. И многим девочкам наши истории помогут принять в дальнейшем и в будущем свои какие-то жизненно важные решения. Итак, как вы уже услышали меня, зовут Витория Галюк. Я из города Пинска. Нахожусь в здании закрытым старший директ. Пришла я в Фаберлик, когда моей дочке был один год. Фаберлик меня... То есть я была уже в Фаберлике до этого просто покупателем, но именно на бизнес, конкретно в проект-партнер, меня позвала Елена Михайлова. То есть попала я сюда благодаря ей. Я пришла с целью сначала просто подзаработать в декрете. То есть какой-то дополнительный доход никому из нас не помешает. И я как бы думаю, ну, все равно в декрете время свободное где-то есть. Вместо того, чтобы смотреть сериалы. Вот я бы вот чему-нибудь получила, попробовала бы. Короче, я пришла. Про бизнес я как бы даже и не думала. Сначала как-то я в это все, если честно, даже не верила до конца, что здесь действительно там могут быть какие-то большие высокие заработки, что здесь там, что я уборюсь с работы, да. Вот Оксана вела вебинары, все. И Ксюша вот только пришла там тоже, да, начинала свое развитие. Они вели вебинары, рассказывали там, показывали свои доходы. Особенно вот Оксана, да, что вот столько-столько зарабатывает. Оксана работала с нашим мышлением. Я во все это не верила. Ну, Оксана смогла. Оксана там индивидуальность. Оксана такая вот у нас зажигалочка, умняшка. Вот у нее есть способности. Ну, это не при меня. То есть я тут до конца декрета вот заработаю, а дальше, ну, буду совмещать. Пойду на работу, буду совмещать. Но случилось все совсем по-другому, слава богу. Короче, девочки, вот сначала я работала, как сказать, как работала? Ну, мало работала. То есть мне, например, вот говорили, та же Оксана, да, девочки, вебинары вели, девочки, делайте это, делайте то. И я как бы так, ну, в полсилы, да, то есть, ну, вот, не хватает у меня времени, да, такая вот отговорка была. У меня же маленький ребенок. Ну, вот там говорили, создайте там 10 страниц. Ну, я создавала 2, 3, 4. Там, сделаем рассылку столько. Там уже работали сначала только учеными методами. Делаем такую-то рассылку, там, составь какие-то страницы, и сведем отчет. Да, там, девочки 50 страниц создали, работают. Вика создала 10 страниц, работает. Вот. Но в то же время, примерно, там, за год, за полтора, вот такой вот, типа, работы, ну, как бы я, я, как покупатель, да, в то же время чуть-чуть подрабатываю, я дошла до уровня 12-15%. То есть на ручной рассылке, в основном это были одноклассники, и тот доход, там, в тот момент это было 200-300 белорусских рублей, иногда 400, да, то есть, ну, я была счастлива и довольна. Ну, вот мне плюс к детским вообще супер, на свои какие-то там нужды где-то что-то в том же фабрик купить себе, там, косметика, шампунь, там, что-то для дома. Ну, короче, просто экономила семейный бюджет, как говорят, да. Потом в какой-то момент, нет, не в какой-то момент, а когда я уже забеременела вторым ребёнком, он родился, и тогда я поняла, что всё-таки есть у меня три года для того, чтобы не выйти на работу. Я уже поняла суть, поняла смысл, увидела систему, да, что, то есть, сколько ты работаешь и какой результат у тебя получается в твоей работе. То есть, я понимала, что я за следующий свой декрет могу спокойно выйти на хороший доход и уволиться с работы. И вот тогда уже я начала действительно много работать. То есть, второй ребёнок был маленький, вот сын. Я вставала, получается, где-то в 6 утра, пол 6 иногда и делала вот эту рассылку до 8 утра для того, чтобы днём у меня как бы уже было время на детей, потому что они просыпались, сами понимаете, то завтрак, то прогулка, то обед, то спать уложить, вот. Но в то же время я всё равно каждую свободную минутку, например, идём на улицу, младший спит в коляске, там Даша, например, гуляет в песочнице, да, я где-то в телефоне раз-раз отправила пару сообщений, или там кому-то ответила, или там с днём рождения кого-то поздравила в этих одноклассниках. Короче, вот так вот каждую минуточку я там использовала. Допустим, дневной сон, качаешь там ребёнка, пока он уснёт. Я ногой качала кроватку, а вот как у меня был телефон, и я делала то, что мне надо было, да. Вечером то же самое, или там ночью тоже дети просыпаются, где-то там пока их опять закачаешь в кроватке. Вот, и как бы использовала вот этот момент по полной. То есть у меня рассылка шла даже и ночью иногда. Потом у нас запустилась, как Лена говорила, классная акция вот на 30 рублей, да, в подарок, самая первая. И вот тогда пошли люди. Пошёл рекрутинг, ну, конечно, скажем так, халявная была такая акция. Нам где-то в чём-то повезло, да, что эта акция просто нас толкнула на то, что мы смогли почувствовать вот именно доход, смогли почувствовать вот открыть перворазвание директора. Но, понимаете, на тот момент, когда та акция была, у нас уже были вот меня, у Лены, у многих девочек, кто эту акцию вырос, были просто готовые инструменты для работы. То есть если бы мы до этой акции сидели и ничего не делали, мы бы не смогли ничего, не смогли бы воспользоваться этой акцией. У нас не было бы страниц, у нас не было бы наполнения этих страниц, у нас не было бы инструментов просто для работы. Но так как мы работали, вот, то есть всё это у нас было, и мы просто вот выскочили, да, всё. И уже когда ты почувствовал вот эту, вот такую вот энергию, да, вот директор, вот я смогла, какое-то число самоудовлетворения, да, всё, уже как бы остановиться сложно, ты уже начинаешь думать, как это вот дальше всё это удержать. Ну, так как я была в декрете, то есть время у меня, грубо говоря, ну, как сказать, многие могут сказать, что не было времени, потому что у меня дети, да, но я для себя поставила приоритет то, что дети мне не помеха, то есть мне нужно, мне нужно строить бизнес. То есть я старалась, я рекоментировала дальше, мы уже начали запускать рекламу тогда, да, ну, массово пришла реклама везде, уже инстаграм начал нормально работать, потому что до этого инстаграм тоже мало у кого у нас был, да, продуктовые страницы даже мало у кого были, вот, ну, на бизнес только в основном у нескольких человек, вот. И вот я тогда получила, закрыла директора второй раз, получила премию 2700 рублей белорусских, и вот тогда у меня вот стало, то есть у меня, во-первых, была зарплата хорошая, именно за звание директора, да, то есть там больше тысячи рублей белорусских на тот момент, и ПЭЛ у меня открыто не было, потому что я в декрете, а все эти деньги получила на счет Кабарли. Конечно, мне хотелось это все получить на карточку, я начала быстренько думать, что можно сделать, то есть где-то посоветовалась с составниками, не помню, наверное, может, даже с Оксаной на тот момент, не помню. Короче, мы оформили семейный контракт с моей мамой, открыли на нее ИП, и я уже 2700 получила уже на карточку, то есть вот такие вот первые деньги были на карточку. Хотя до этого вот две зарплаты именно директорские получила на счет Кабарли. Очень было и жалко туда, скажем так, получить, но, девочки, я потом полгода, даже, наверное, больше оплачивала ими свои заказы. И когда пришлось оплачивать уже, объемная скидка закончилась и пришлось оплачивать заказы уже именно вот с карточки, да, полностью, 100% деньгами, конечно, было как-то непривычно, даже жалко как-то было перечислить на счет такую сумму. Но это все, скажем так, один каталог, и все решилось, и все успокоилось, в мозгу все улеглось. Про что-то дальше мысль потеряла, девочки. А, на тот момент, когда, да, то есть вы поняли, да, то есть я в декрете сидела, грубо говоря, и ПЭК была открыта на мою маму. Потом я, конечно, по баллам скатилась, естественно, после акции у всех идет спад. Скатилась с 5 тысяч, даже больше, наверное, где-то до двух с копейками тысяч, где-то через каталог, через два. То есть, ну, естественно, структура упала. То есть объявили затем акцию на Турцию, ну все, Вике надо делать акцию на Турцию. Начала я работать усиленно, дальше уже на Турцию. Запускала рекламу практически постоянно. То есть деньги я на рекламу особо не жалела. А, девочки, еще расскажу про рекламу, когда я первый раз ее запускала. Мне так было жалко денег, вот в мозгу, да. Но когда я ее запустила первый раз, когда пошли какие-то открытия, пошли регистрации, я поняла, как работает вот эта вот система, да, что именно реклама, что она освобождает просто кусок моего времени, что мне не надо сидеть там, сообщения рассылать людям, это очень здорово. Поэтому я вот всем новичкам, которые приходят, я всем советую попробовать и ручную рассылку, и попробуйте запустить рекламу в несколько раз для того, чтобы вы поняли, насколько реклама освобождает ваше время, чтобы вы вот именно почувствовали, что эти деньги, которые вы тратите рекламу, они не стоят того времени, когда вы будете сидеть, тупо вот целыми днями рекрутировать, что вы можете уделить время детям, можете уделить время семье в то время, когда за вас работает реклама. И реклама этих денег стоит. Вот, просто попробуйте, это просто как совет. Вот, вообще я запускала рекламу, каждый каталог, я ее практически не выключала, и структура у меня обратно поднялась, я три тысячи баллов, то есть директора я удерживала, я выполнила условия на Турцию, в Турцию мы съездили в прошлом году, было очень-очень девочке классно, поэтому если вдруг какая-то, какая подобная акция будет в компании, я вам всем советую, просто вот, просто постарайтесь, там, не спите ночами, вставайте раньше, ложитесь позже, но постарайтесь выполнить это условие на какую-то поездку, если она, конечно, будет в ближайшем будущем, у вас просто совсем по-другому будет восприятие именно бизнеса. Вот, дальше, получается, что за время, то есть я отдала затем в два года своего ребенка второго в сад, отдала целенаправленно для того, чтобы у меня год времени был для того, чтобы я закрыла старшего директора, то есть он у меня уже был открыт, мне надо было его закрыть, естественно. А что я вот это было открывать? Вот, я отдала, то есть ему, например, сегодня Андрею было два года, завтра я его отправила в сад. Слава богу, он нормально у меня пошел, с детьми нормально контактировала в саду, ему нравилось, то есть у меня было, как Юля говорит, золотое время для работы. Естественно, оно золотое, когда дети ходят в сад, но когда их двое, и когда они начинают болеть, это просто, конечно, вешалка, вот, бывает, но все равно время можно найти для того, чтобы работать. Хорошо, если они работают, если они болеют, конечно, по очереди, как-то у меня так в последнее время, что кто один, то второй, то один, то второй, то есть постоянно кто-то дома есть, вот, или Даша, или Андрей. Но, говорю, допустим, девочки, представьте, что это было бы у вас в найме, как я подумала, как у меня это было бы, то есть я, главное, работала, и если мне пришлось вот так вот ходить на больничные, как сейчас, вот я хожу на больничные, да, с ними, то есть то с одним, то со вторым, меня потом, наверное, уволили бы, хоть я была хорошим работником, да, то есть меня оценили, я хорошо выполняла свои обязанности, но просто я в том коллективе вспомню, как у нас была девушка, которая у нее один ребенок, и она постоянно ходила на больничных, и все искососмотрели на нее, она приходила, она не знала, за что браться с того больничного, как эти все отчеты сделать, и всю эту накопившуюся работу догнать, как она там оставалась после работы, все это доделывала, вот, то есть, ну, меня бы уже за двоих детей точно, наверное, уволили бы, нашли бы другого человека, то есть я очень рада, что я именно здесь, потому что, ну, вот, например, да, вот сейчас у нее там ребенок в комнате, там, к заданию к школе, подготовка к школе выполняет, она там что-то пишет, наверное, я здесь с вами проводим вебинар, да, дальше я буду с вами, буду, вернее, готовиться к вебинару, который я буду завтра вести, то есть у меня уже будет за два дня два видео на ютубе, которые будут работать на мой бизнес, но в то же время я на больничном, и мой ребенок рядом с вами. Смогли бы вы так на работе, Илья? Нет, конечно, поэтому вот и, пожалуйста, плюс, да, даже, даже в этой ситуации, когда дети болеют, все равно сетевой, и работать дома – это плюс. Так, ИП я открывала уже по достижению ребенка вторым трех лет, то есть, когда нужно было выходить на работу, я сразу открыла ИП, даже раньше я открыла его, мне Андрею 25 сентября было три года, я 3 сентября открыла, потому что там у меня маме нужно было закрыть срочно ИП, потому что ее там, ну, как бы по должности уже нельзя было. Трудности при открытии ИП именно в плане техническом вообще никаких у нас нет. ИП я открыла за полдня, полностью все оформила за полдня. На следующий день, наверное, там это была пятница, я на понедельник поехала уже в банк, потому что я там не успевала, в банк поехала и открыла расчетный счет. То есть, поэтому вопросов вообще никаких. Главное, чтобы у вас там было пару копеек заплатить после именно за открытие ИП. Все это быстренько делается, прямо при вас, свидетельство выдается и все. И по принятию решения, именно открывать ИПЛ, вы уже поняли, да, что у меня не было каких-то трудностей, потому что у меня уже за время декрета я наработала себе хороший доход, и я понимала, что на работе у меня такого не будет. На тот момент, когда я оформляла уже ИП на себя, я узнавала на работе, главный бухгалтер зарабатывал в пределах тысячи рублей белорусских. То есть у меня на данный момент зарплата, естественно, больше. У меня тысячу триста, там, в каталог примерно у меня выходит, да. То есть, естественно, больше. Ну, это сейчас. Пару месяцев назад было даже больше, там, тысячу пятьсот каталог было, да. То есть, естественно, тут никаких вопросов даже у меня не возникло. Но это просто потому что я работала в декрете. Поэтому если вы сейчас находитесь в декрете, кто-то из вас, просто используйте это время. Вот как девочки говорили, используйте. Не спешите, просто даже не допускайте эту мысль, что вам нужно выйти на работу. Вы лучше себе вложите в голову мысль, что вам нужно сделать все, чтобы туда не выходить. То есть, чтобы построить здесь бизнес и выйти на звание директора. Если вы, например, сейчас уже находитесь на уровне пятнадцати процентов или и выше, да. Может, по директора уже открывали. И вам, например, уже вот скоро выходить на работу, подумайте, хорошо, посоветуйтесь со своим наставником, посчитайте, сядьте с наставником, посчитайте свой доход, который вы сейчас имеете, да. Сколько у вас его будет, когда вы выйдете, когда вы не выйдете на работу, когда откроете ИП. То есть, ну, например, там все вот эти вот налоги, допустим, там, отминусуете. Посмотрите, сколько у вас чистый доход остается. И, естественно, продумайте, что вам это дает в будущем. То есть, допустим, у вас там на работе зарплата тысяча, а вот вы откроете ИП, уволитесь с работы, у вас, например, будет с фабрика, ну, 800, немножко меньше, 700. Но это сейчас. Но вы должны думать наперед, что у вас при вашей постоянной работе, ну, так как вы уже, например, на хорошем проценте директора, то есть вы уже знаете, что нужно делать, и что если вы будете продолжать это делать, то у вас доход, естественно, будет увеличиваться с каждым каталогом, у вас будет расти структура. То есть, думайте наперед, и думайте на сегодняшний день. Естественно, нужно поговорить дома, поговорить с семьей, все это обсудить. Да. У меня с этим было немножко по-другому. Жанна, не знаю, по времени сколько там еще у меня есть. Успею, не успею. Смотри, у нас есть семь минут, и заново надо перезаходить. Давай пять минут. Давай, попробую успеть. То есть, когда я начинала, у меня поддержки, скажем так, как и у большинства из вас, скорее всего, да, вот в семье у меня не было поддержки такой, что вот да, классно, вот молодец. Меня поддерживала только мама. Ну, мама как? Ну, ты в декрете, занимайся, придет время выходить на работу, пойдешь на работу. То есть, ну, твои там какие-то увлечения, пожалуйста, занимайся. Но она мне помогала там где-то, где-то на работе какую-то продукцию там у нее заказывали, она мне там сказки присылала, да, то есть, ну, то есть по просьбам трудящихся, скажем так. Где-то там, если мне надо было там на форум поехать, если у нее была возможность, она там где-то с детьми могла посидеть. Вот. Остальные все были, скажем так, против. Муж был против. Некоторые родственники тоже были, ну, скажем так, крутили пальцем увискать, ну, тебе там мозги промоют, это все ерунда, это же секта. Вот. Кто-то просто молчал и думал, ну, ну, пускай. Посмотрим, что из этого выйдет. Все равно на работу пойдешь, у тебя же там хорошая тошность, у тебя же там хорошая зарплата. Какой тут фоберлик. Но когда я начала зарабатывать деньги, когда я открыла директора, когда, ну, немножко поменялся, ну, то, что немножко поменялось уровень моей жизни, сразу другое отношение стало у моих родственников, да. Когда я открыла ИП и уволилась с работы, то есть это, ну, я даже никому там особо и не говорила, что там я сомневаюсь или что. Я не сомневалась. То есть я пошла и уволилась. Он говорит, все, я ИП. Мама моя там говорит, ой, не знаю. Главное, чтобы тебе по деньгам было хорошо, чтобы тебя устраивало. Ну, как бы, если тебя устраивает, пожалуйста. Родственники тоже типа, что, ой, мы не верили, а вот оказывается, да, мой молодец. Мы думали, что это у тебя так, просто какие-то там игрушечки, да, там в телефончике, а оказывается, все серьезно, ну, все, молодец, вот старайся. Да, уже сейчас даже начали заказывания делать какие-то. То есть пока не открыла ИП, пока не было дохода, никто даже ничего не заказывал. Но я никому и взросленьков и не предлагала, потому что все думают, что я на них заработаю, да. То есть никто не считает, что на этой помаде я там 20 копеек с них поимею, да, или 30 копеек, ну, заработаю. Согласно маркетинг-клама, это все бесполезно, никому ничего не говорила. Про средства вот сейчас задали вопрос. Средственно рекламу, смотрите, девочки, когда у меня только началась объемная скидка, пошла, то есть когда еще вручную работу, ну, как я вам рассказывала вначале, да, объемная скидка была небольшая, то есть те деньги, которые у меня получалось обналичить, то есть кто-то у меня делал заказ, я объемной скидкой оплачивала, мне возвращали деньги, эти деньги я собирала на отдельную карточку. То есть тогда мы еще рекламой не работали, но я их откладывала на отдельную карточку для того, чтобы у меня были деньги именно на покупку страниц каких-то, да, робот в одноклассниках мы покупали. Затем я взяла ноутбук в рассрочку себе, то есть тоже я с фабралика зарабатывала, все эти деньги я откладывала, чтобы мне было, ну, как бы на оплату, то есть когда я себе рекламу запускаю, что-то я брала с этих отложенных денег, что-то брала с детских денег, но потом я возвращала, то есть, ну, сама себе, да, то есть у меня в мозгу было, что вот, я взяла столько, а заработала я столько, то есть, ну, заработала я, естественно, больше, поэтому я могу взять эти деньги, потратить, да, там, на семью, на детей, то есть то, что взяла, я обратно возвращала, как бы, ну, это не то, что там, как бы там, под записи и этого, но в мозгу я понимала, что я не в минусе, да, деньги на рекламу я зарабатывала сама себе. Вот, так, дальше про что? Про мужа. Про мужа, да, у тебя три минутки, вот, расскажи про мужа, как он реагировал, и как ты вот, он у тебя, получается, вообще не поддерживал, правильно, Вика? Вообще, да, он меня вообще не поддерживал, он был против, потому что, ой, даже не знаю, почему, на сегодняшний день я считаю, это индивидуальная особенность человека, то есть на форуме он был против, чтобы я ездила, но я ездила, где-то какой-то раз мама просила, какой-то раз соседку просила, чтобы детей посмотрели, потому что я понимала, что мне это надо, у меня будет там тона фотографий на год, у меня будет мотивация, у меня будут знакомства с девочками, будет общение, то есть я понимала, что мне это надо, я ехаю, даже против, скажем так, воли мужа, да, были какие-то вопросы, где-то недопонимание, но, ну, я упрямая, как говорят, не знаю, мне кажется, нет, говорят, что я упрямая, поэтому, ну, все, раз я так решила, значит, так надо, я для себя посчитала, что мне так выгодно, то есть я видела с этого результат. По деньгам тоже, то есть, когда деньги на объемные скидки, их не видно, они крутятся на заказах, обналичках, где-то заплатила что-то там, оплатила эти странички, робот, да, я, как говорила, детские я получала, получаю, я в декрете, значит, все, вот детские, все, что я заработала сверхдетских, значит, это, ну, это мое, это на бизнес, это мне на раскрутку. Ну, слава богу, как бы вопросов не было, там, таких, что особо там на хлеб не хватает, да, на все хватало, то есть каких-то там вопросов, что прям нет, все, сворачиваю это все, то есть не было, конечно, просто муж уже в какой-то, в какой-то степени он уже начал просто молчать, да, потому что он понял, что меня, ну, не переубедить. Потом, когда уже начался у меня хороший доход, когда вышел на хороший доход, естественно, это было видно, да, то есть я где-то, 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 детскую полностью мебель новую купила, да, то есть просто за доход фабрали. На данном этапе он себя поддерживает? Или такое же отношение, как и было? Ну, скажу так, прямо мне вот в глаза, да, он не говорит, что молодец, ну, никогда не говорил, молодец, там, вот ты такая умница, ты там вот смогла, там, добилась того, чего хотела, ну, чтобы уволиться с работы, работать, фабралиф, не говорил ни разу, но где-то вот сам себе я понимаю, что он рад этому, в любом случае, да, дети под присмотром, утром завела, вечером забрала, они сидят до вечера, там, до позднего, на больничном, пожалуйста, нормальный уход, эти утренники все, про утренники я расскажу историю, утренники все посещают, то есть, ну, всем хорошо, да, я дома, все в порядке, это хорошо, да, я, например, ехала в Турцию, да, муж тоже вроде бы сразу и против, и не против, и едь, и не едь, как бы, ну, наверное, ему было страшно с детьми оставаться одному на неделю, там, даже больше, но еду в маршрутке, да, вот уже села, все, выехала, еду в маршрутке в Минск, и меня там знакомая, там, привет, как дела, ой, там, молодец, ты там, едешь в Турцию, там, все дела, общая знакомая, да, наша. А вот мне муж, там, сказал, вот, Саша ему звонил, ну, муж, Саша, Саша ему звонил и дохвастался, что моя жена в Турцию поехала бесплатно от Фаберлик, то есть, мне он этого не сказал, то есть, ну, были какие-то вопросы, да, были немножко такая вот нервотрепка, такая вот внутренняя, да, у меня, но, вот, я говорю, кому-то там, вот, он, типа, вот, да, Вика поехала, там, вот, да, вот, классно, там, то есть, некоторым людям он говорит, что, вот, у меня жена, там, молодец, да, с некоторым наоборот, типа, ой, что там этот Фаберлик, ой, что там она делает, ничего там она не делает, там, только эти вебинары слушают дурацкие, только музыки там кудрят. Говорю, мне лично ничего не говорит, то есть, на данный момент он просто молчит, то есть, ну, работаешь, работай, хорошо, срабатываешь, хорошо. Вика, спасибо большое за твою тоже очень интересную историю, потому что вот 3-5 лет, я просто на перспективу у меня сразу, да, идут. Можно я им только скажу? Да, я уже тоже это думаю, ну, так, это 3 года, Рому, если я дам как Макса, нет, это ничего не получится, значит, Рому надо давать пораньше. Ну, в общем, вот, мне спасибо, я вот услышала то, что мне очень хотелось, ну, вот, ты это все затронула, спасибо огромное, дорогие директора, всем огромное спасибо за свою историю, за свой трепет, потому что у меня внутри все вообще, не знаю, как у вас, вот, кто слушал, да, у меня все трепет, брылит, ну, так, как это, как это было, как это представляются мысли сразу, вот, хоть, как говорится, я и сам директор, но не на мне открыты ИП, поэтому это немножко совсем по-другому идет, потому что я думаю, Вика, когда ты сама открыла ИП, это уже совсем другая и новая жизнь, новая страница в твоей жизни началась, ну, как говорится, в книге, потому что когда на маме было открыто ИП, это по-другому ощущалось, ну, не так кажется. Ну, конечно, но сразу, получается, такое чувство собственной уверенности появляется, что вот, какая-то даже гордость, да, что да, я смогла, поэтому, девочки, вы тоже все можете, просто нужно немножко постараться, кому-то это будет сложнее, кому-то будет легче, но когда, если вы будете стараться, у вас у всех получится, у всех, такой, как итог, да, если вас кто-то не поддерживает, вы просто попросите человека, неважно, кто это, там, муж, мама, неважно, кто, просто попросите вам хотя бы не мешать, попросите, чтобы вам дали вот время какое-то, ну, которое вы сами чувствуете, которое вам надо, чтобы дай мне вот это вот время. Кто-то смотрит сериалы, сидит, кто-то играет в игрушки, кто-то там, ну, шмотки просматривает в Инстаграм, да, где дешевле купить какие-то, ну, это условно. Я вот хочу фаберлик сидеть в телефоне, можно? Вот ты там что-то это делаешь в телефоне, а я хочу фаберлик. То есть я даже в какой-то момент никому и не говорила, что я работаю в телефоне. Что ты там делаешь? Я говорю, что просто ничего не делаю, ну, так смотрю что-нибудь, да, то есть, ну, вы же все смотрите в телефонах, что? Все сидят в телефонах и все там что-то интересное себе находят, вот и я нашла себе что-то интересное, да, то есть вы даже не объясняете людям, которым вы не считаете нужным объяснять, что вы там делаете. Вот делаю то, что мне интересно, да. Ну, конечно, близким нужно объяснить, вот. И еще, Жанн, про утренники, быстренько сейчас. Было 8 марта, я уже пообещала, было 8 марта недавно, пошла я к Дашей, к дочке на утренник, пришли не все мамы, естественно, многие были на работе, к одной девочке, на основном пришли мамы, к одной девочке пришел дедушка. И когда этих детей привели в зал, да, за ручку, они все встали, и каждый, конечно, глазами ищет свою маму, каждый. Сразу столько радости, когда вот видишь в глазах детей, они видят маму, вот, ура, я там сейчас буду выступать. А вот эта девочка, которая увидела дедушку, а не маму, девочки, вы не представляете, как она начала плакать. Она прям взахлеб, она никакой, у нее там чуть-чуть не истерика была, что пришел дедушка, а не мама. Я рассказываю, у меня мурашки подожжу. Она пошла с этим дедушкой, уже все, никаких там выступлений у нее, естественно, не было. Ее уже посадили в уголочки с этим дедушкой на ручках, на ручках она целый утренний просидела со слезами на глазах у деда на ручках. Уходить она не хотела, естественно, ей было интересно с одной стороны, но с другой стороны, она это все готовила для мамы, да. И, знаете, воспитательница в конце так вот, утренника там уже как закончился, уже расходились, воспитательница такая говорит, господи, говорит, я бы, наверное, даже уволилась бы с работы ради того, чтобы моя дочь вот так не плакала. Ну, там уже воспитательница такая в возрасте, говорит, ну, это просто вот ужасно наблюдать. Поэтому, девочки, старайтесь, старайтесь, чтобы у вас этого не было, чтобы вы посещали утренники своих детей везде, где только могли. Все выступления, какие только могли, ездили с ними везде, на все соревнования, на все кружки, на все утренники везде. Да, на самом деле, я просто вот, ты про утренник, что девочка заплакала, я сама теперь вот, когда ходила на утренник, ну, я же эмоциональная, я сама вот прихожу, и дети все выходят, у меня слезы текут, не верится уже, да, что три года, как идет время, как это все волнительно, тревожно и замечательно. Ой, ну. Девочки, а можно мне еще одно слово сказать? Про утренники рассказывай, так и я расскажу, уже вспомнила, тоже у нас, получается, когда у меня старший сын ходил еще, ну, получается, в садик, тоже была такая история, у нас было две девочки-близняшки, и получается, когда был утренник тоже на 8 марта, получается, вот этих девочек мама, она не смогла прийти, то есть, в принципе, вообще на утреннике никого не было, ни бабушек, ни дедушек, ни мамы, ни папы, не было никого. И у нас наши воспитатели, ну, как бы, я тоже считаю, что немножко такие моменты все-таки нужно продумать, потому что у нас просто делается все для красивой картинки, ну, много зачастую, ну, на самом деле оно же так. Получается, воспитатели сделали танец девочек и мам. Ну, вот вы просто представьте вот эту ситуацию, когда вот получается, ну, как бы, мало того, что не пришла просто, а здесь именно идет танец, как бы, вот, детей из ростной девочки, вы не представляете, как эти две девчонки рыдали. И, ну, не знаю, мне кажется, в таких ситуациях нужно немножко расценивать и, как бы, и знать все-таки, кто придет, кто не придет, просто зачем вот других вот детей в такую ситуацию ставить. Поэтому, знаете, вот это тоже для меня вот такое, я сижу и думаю, господи, слава богу, что я работаю дома, что я могу пойти, у меня вообще нету такой проблемы, чтобы мои дети сидели вот и рыдали то, что вот их мама не пришла. Вот, в принципе, все, отключаюсь. Хорошо, хорошо, все, спасибо. Ну, что, девочки, если есть вопросы, в чате задаем, а я начинаю подводить итоги от наших директоров и от меня. Так, сейчас я это уберу, чтобы мне не мешало. Значит, какие же у нас ценные советы на сегодняшнем нашей встрече живой, мне очень понравилась такая встреча. Ой, значит, советы. Самый первый совет, первый год самый тяжелый, откажитесь от многого, работайте максимально, выходите на доход, вы отказывайтесь не навсегда, а всего лишь на время. Всегда нужно слушать своего наставника и самим спрашивать все, что непонятно, с чем есть трудности. Моя любимая фраза, вот как раз вот сюда подходит самый глупый вопрос, тот, который вы не задали наставнику. Не стесняйтесь, я своим новичкам, которые ко мне приходят, я всегда говорю, не бойтесь задавать вопросы. Самый глупый вопрос, тот, который вы мне не задали, потому что я не знаю, что у вас есть за вопрос. Вдруг вам все понятно. Просто делать нужно каждый день действия, которые дают результат. Декрет и дети вполне совместимы, даже если родственники против твоего занятия. Даже в трудную минуту, напоминаю, нельзя опускать руки. Ну и такой личный совет от меня, да, помни, пока ты в декретном, то перед тобой открыты все двери. Работай в полную силу, как будто завтра нужно выходить на основную работу. И только тогда будет у тебя доход, звание, и не появится ни одной мысли об найме. А вот такие у нас замечательные советы. Вот уже наша встреча подходит к концу, к завершению. Ну а завтра, если у нас ничего не поменяется, будет вторая часть истории уже от Ксении и Яны Титкиной. Поэтому продолжение вчерашней темы. То, что делать, когда декрет подходит к концу, история сегодня у нас впечатлит, как вчера впечатлили Юлия, Лены и Виктория. Немножко я о себе рассказала. Напоминаю, меня зовут Жанна Филимонова. Нахожусь в декретном отпуске. Сегодня с нами поделятся нашими историями. Это Ксения и Яна. Они у нас из Российской Федерации. Но прежде чем приступить к историям, хотела бы поздравить нашу Яну Титкину с днем рождения, потому что сегодня солнечное настроение. Мы все ее поздравляем и желаем огромного счастья, позитива, вдохновения. Конечно же, роста в компании Фаберлик. Дарю тебе вот этот цветочек. Вот, желаю тебе цветочного весеннего настроения, чтобы побольше тебе дарили цветов, чтобы дочь радовала. Ну и, конечно же, роста по нашей карьерной лестнице успеха. Девочки, поэтому все поздравляем Яночку. Ну, а теперь я хочу уже передать слово нашей Ксении Фортуне. Это человек, немножко расскажу, да. Ксения Фортуна, она проживает в России, в городе Краснодаре. У нее сейчас звание открытый рубиновый директор. Ну, я думаю, это только еще начало, да. Ей 36 лет, она замужем. У нее двое детишек, 10 и 6 лет у нее мальчишки. И ее девиз по жизни – все в наших руках. Конечно же, Ксюша пришла в компанию Фаберлик, когда малышу ее было 5 месяцев. Но я как раз тоже уже в компании была, и для нас всех было очень удивительно, когда она за 10 месяцев открыла звание директора. Я это помню до сих пор, как это было волнительно, тревожно. И сейчас я думаю, как это Ксюша в 5 месяцев работала. Хотя Максим у меня уже 5 месяцев прошел, уже 3 года, да, я уже отработала, я уже забыла этот момент. А сейчас у меня ромит 5 месяцев. И как это работать? Поэтому, Ксюша, из тебя, конечно же, тоже этот опыт, потому что у нас много мамочек в декрете, которые дети-малыши, говорят, нет времени, не знаем, что делать, как работать. У тебя было двое детишек. Поэтому, Ксюша, поделись, пожалуйста, своей историей. Хорошо. Девчонки, привет! Всех-всех рада. Вы знаете, сегодня такой интересный день. Начало апреля, да, и уже весеннее настроение, по крайней мере, у нас в Краснодаре уже потеплело. День рождения у Яны. Яна у нас сегодня спикер, и хочу еще раз ее поздравить всей душой. Давайте ей аплодисменты, цветочки. Я помню тоже, как Яна написала мне, что она в декрете, или выходит в декрет, она еще тогда была беременна, на последних сроках, решила прийти в компанию Фаберлик, в нашу команду. И я прекрасно ее понимала, потому что сама только это прошла, да, только родила, ребенок пятимесячный. И я считаю, что декрет – это лучшее время, просто самое бомбическое время, когда можно и нужно реализовать себя в новом направлении. И сетевой бизнес, конечно же, это классная возможность для тех, кто не хочет или не может открыть свой бизнес на земле, не было такого опыта. Здесь можно начать с нуля, без вложений. Главная идея – хороший проект, хорошая команда, и обязательно все получится. За год более чем можно выйти на хороший доход, на хороший директорский статус, и дальше уже вы не захотите возвращаться на работу, это точно. Дальше будет только больше. Жан, ты мне сориентируй немножко. Мне по какому-то сценарию идти или просто рассказать в целом, как пришла, как развивалась? Расскажи в целом, именно как про декретный, как ты вышла на звание, как ты работала с детишками, когда ты открыла ИП, с какими трудностями ты столкнулась при открытии ИП, и долго ли ты об этом думала, нужно ли мне сейчас открывать ИП, сколько тебе оставалось до завершения декретного отпуска, когда ты открывала ИП? Все, поняла. Девочки, ну, буду говорить своими словами, как есть с эмоциями, как было, поэтому давайте так, уже мы по-свойски тут собрались. Конечно, сейчас вспоминая то время, я не знаю, как я это выдержала, потому что, ну, наверное, всему свое время, когда ты находишься в потоке, в мотивации, ты со многим можешь справиться. И я, выходя уже во второй декрет, понимала, что я не вернусь на наемную работу, потому что с сетевым бизнесом до этого в другой компании была уже знакома. И, переходя сюда, в Фаберлик, да, я знала, что, внутри себя знала, что если сейчас я этим шансом не воспользуюсь, то все, я вернусь назад к зарплате 25 тысяч рублей, к потолку выше которого я не прыгну, к работе, где мне диктуют, что мне делать, когда мне выходить в отпуск, когда выходить на работу, в каком графике. Я на работе чувствовала, что меня вот как бы в рамки такие поставили, сдавили, и одно ощущение того, что это будет всю жизнь, меня просто приводило в какой-то шок. Но об этом я никогда не задумывалась ранее, пока не узнала о сетевом бизнесе. То есть жила как все, просто как все. Есть такой порядок. Закончил институт и пошел на работу. И дальше уже ты в этом потоке находишься, твои родители в этом потоке, все знакомы, и вроде бы все нормально. А тут бац, приходит сетевой бизнес, и понимаешь, ага, а можно по-другому, в принципе. И когда ребенку было уже 5 месяцев, я поняла, что у Фаберлика это вот та точка, от которой нужно стартовать, и ни в коем случае, что бы ни случилось, не сворачивать минимум год, пока не выйду на уровень дохода, который будет как в наемном труде. То есть я, выходя на директора за 10 месяцев, вышла на уровень дохода, который был у меня в найме. Это было примерно 25 тысяч в каталог. И, соответственно, когда я уже стала получать такие деньги, я поняла, что пора писать заявление, и пошла на свою бывшую работу. Прихожу такая, ну, уже понимая, да, что надо открывать ИПС, компания заключает договор, но сначала решила написать заявление на работе. Прихожу и говорю, я хочу уволиться. А время было сложное, и на меня вот женщины с отдела персонала смотрят, как на какую-то блаженную, и смотрят с непониманием, как бы глаза, которые меня жалеют, куда ж ты, бедненькая, сейчас подашься, с маленькими детьми, и кому ты сейчас нужна? Нужна? Я улыбаюсь и говорю, для меня это как освобождение было. Вот, знаете, я прям пошла торт купила, домой принесла там все мои, начали, торт есть. То есть для меня это была такая радость, я стою, пишу это заявление, они вот прям недоумевают, что с головой у меня что-то или что, да, то есть у тебя есть возможность еще посидеть и потом выйти. А тут, это получается полтора месяца ребенку было, я пишу это заявление. Написала, отдала, сфотографировала и записала кружочек в чаты. Когда я пришла в компанию Фаберлик, в сетевой бизнес, золотой директор рассказывал, как он, женщина, да, для меня это была такой мотивация очень сильная, она рассказывала, как она писала сама такое заявление, и что для нее это значило. И я на всю жизнь запомнила это видео, и я думала, я мечтала, что я сделаю так же. И поэтому, когда пришла, нет, даже не пришла, я вышла тогда с этого помещения, это государственная структура, то есть все стабильно, все надежно, там, премии, там, как положено отпуск, но это рамки, да. И я вышла, и я сразу записала этот кружочек, вот как тогда вот эта женщина, которую я увидела, сразу скинула во все чаты, скинула на свой канал, в Телеграм, в Скайп, по-моему, у нас еще был в основном, Телеграм только начинался, вот, и пошла за тортом. А я тогда заканчивала грудное вскармливание, и мне нельзя было торты такие, прям, знаете, шоколадные, с орехами, а тут я думаю, нет, пойду и куплю, и купила вот этот торт огромный, принесла домой. То есть для нас это был праздник, для моей семьи этот праздник. Но, конечно, для того, чтобы к этому прийти, после этого начался дальнейший рост, там, доходы, команды, когда ты знаешь, что делать, ты уже просто это дублицируешь дальше. Но начиналось, конечно, все сложно, и были очень тяжелые времена, когда я думала, что я просто вот не выдержу вот этого темпа, когда у тебя ребенок 4,5 года старший, младшему 5 месяцев, ребенок на работе. Мне помогали бабушки, но все равно, основное, конечно, все было на мне, и повторюсь, да, это было грудное вскармливание, то есть ты между прорезанием зубов, кормлением, готовкой едой, уборкой, строишь свой бизнес. И тогда я спала очень мало, я не знаю сколько, часов 5, наверное, в сутки, и у меня было ощущение, что вот я разрываюсь на части, что вот-вот меня уже все вот не хватит, но к этому моменту уже произошло дублицирование команды, то есть пришли лидеры, я рекрутировала тогда только на бизнес, которые стали повторять систему, и команда стала расти как снежный ком, то есть месяца 4, это был для меня тогда период застоя, а потом каждый каталог, новое звание, новое звание, новое звание, за счет того, что пришли люди, которые работали, как и я, и тогда я начала выдыхать, я начала выдыхать, я начала больше спать, то есть я тогда мечтала поспать, ну я очень долго, наверное, полгода мечтала поспать, хотя бы 8 часов, вот, и тогда я наконец-то стала спать, и когда ты высыпаешься, ты уже себя по-другому чувствуешь, и команда дублицирует, и мы растем автоматически, все уже стало как, знаете, вот это все сложное, оно забывается, самое важное, выдержать этот период, когда ты выстроишь свою структуру, и не жалеть себя в этом периоде, и не спадать в ритме, потому что, когда ты работаешь интенсивно, а потом перестаешь работать, ты скачешь вверх-вниз, вверх-вниз, это эмоционально и физически очень сложно, поднять себя на новый уровень, всегда сложнее, чем не спадать с него, то есть важно, хотя бы полгода, в идеале год, работать в очень интенсивном темпе, сложно, не сложно, хочу спать, не хочу, у меня был выбор, пойти с мужем и с детьми, в гости куда-то, или остаться поработать, я оставалась, то есть полгода, год, я никуда не ходила практически, к друзьям, на какие-то встречи и так далее, я работала, сейчас, конечно, это совсем все по-другому, я могу практически не работать и получать доход, потому что структура уже есть, и сейчас доход составляет где-то 120-140 тысяч в месяц, муж уже уволился с работы, вместе работаем, но тогда этот период просто надо было выдержать, и я вижу ошибки новичков, когда первый месяц-два работают максималки, а потом останавливаются, структура не выстроена, она нестабильна, человек падает, и морально подняться опять в два раза сложнее, вот этого никак нельзя допускать, реально, вот годами расти до звания директора и выше, это безумно тяжело морально и физически, и этого никак нельзя допускать, просто работать на износ первый полгода-год, чтобы потом уже наслаждаться тем, что вы создали. Жан, ты спрашивала по поводу мужа, поддерживал меня или нет? Ну, я сама по себе очень такая активная, если я загорелась чем-то, то держите меня семеро, вот, и в декрете, в первом, я уже начинала ему выносить мозг, мне там мало внимания, мы куда-то там не пошли и так далее, и поэтому, когда я вышла во второй декрет и нашла себя здесь, он понял, что меня лучше отпустить, дабы я второй раз не выносила мозг, вот, и он сказал, окей, иди, я тебя подержу, ну, как смогу, то есть, конечно, я его просила, он приходил с работы, когда была возможность, вообще он до ночи работал, мы практически его не видели, но на выходных, или когда он раньше возвращался, это было редко, он всегда брал детей на себя, то есть, они вместе что-то делали, на выходных это 100%, то есть, мои рабочие дни максимальные были на выходных, днем я тоже работала, по мере возможности, хотя бы каждую свободную минутку, но выходные прям выкладывалось на максимум, спасибо ему, то есть, я просто с ним поговорила, я сказала, дай мне время, пожалуйста, я тебя очень прошу, хотя бы полгода, если у меня получится, все изменится в нашей семье, и образ жизни, и уровень жизни, и тебе не надо будет работать, ты там по ночам тебе, у нас растут двое мальчишек, которые тебя не видят, это ненормально, и он сказал, хорошо, окей, по мере возможности, я помогу тебе, он, как, очень скептически на это все относился, но он не говорил, что ты там чем-то не тем занимаешься, то есть, ну, просто такая нейтральная позиция, а когда уже пошли первые деньги, конечно, я их тратила на него, на детей, то есть, я там прикуплю у нас в компании, да, еще объемная скидка только пошла, еще я не открыла ИП, куплю ему какие-то кофточки, там, костюмчики, что-то для него конкретное, да, и говорю, это вот на мои деньги, заработанные в компании, я их пока не вывожу, но я их уже зарабатываю, он такой, ну, здорово, такой, а девушка смотрю, ходит в этом, да, потом второй раз что-то ему, то есть, для него уже пошло такое сознание, что, хотя деньги я не вывожу, но я уже зарабатываю, и благодаря тому, что у нас есть там мощи для дома, да, вот все, что нужно для хозяйки, я ему показывала, вот смотри, я заказала там на 5 тысяч, да, я взяла эти деньги не семейного бюджета, а первые мои деньги заработанные здесь, мы бы все равно их потратили, пошли бы там куда-то, и потратили, а так это мои деньги, я тут это покупаю, и мы пользуемся, то есть, вот так постепенно ему в голову идею сетевого в компании Фаберлик, ложила, 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 закладывала, да, и когда уже уволилась работа, ИП доход 25 тысяч, тогда он уже полностью поверил в этот бизнес, тогда он сказал, окей, я буду ездить с тобой на ассамблеи, на мероприятия компании, и начал там снимать меня на телефон, фотографии делать, видео, то есть, уже начал потихоньку в это включаться. Когда уровень дохода вышел где-то на 75 тысяч в месяц, предоставление прямой военной помощи, и закрытие неба, девочки, выключите звук, не могу найти у кого, Анна Семенова, вот, когда уровень дохода вышел на 75 тысяч, когда мы задумались о том, чтобы ему уволиться с работы, потому что, в принципе, на 75 тысяч уже семья, ну, может быть, менее существовать, и мы подумали о том, что пора ему это сделать, то есть, в Сочи, ой, в Москве, на ассамблее директоров, когда нас поздравляли на сцене, то есть, я целенаправленно брала его с собой, мы вместе выходили на эту сцену, чтобы он прям вот это прочувствовал, да, и он сказал, ты знаешь, я готов решиться, и он уволился с работы, сейчас мы развиваем бизнес вместе с тех времен, это было сложно, потому что друзья не понимали его конкретно, да, то есть, где-то кто-то посмеивался, кто-то ухмылялся, но наша семья – это наша семья, и мы никогда не позволяли другим людям лезть в нее, высказывать там свое мнение, они потихонечку там за глаза кто-то что-то говорил, но мы сами решаем, да, что лучше для нашей семьи, и поэтому как-то вот это пережили, прошли дальше, даже родители, честно говоря, до конца не понимали, вот, но сейчас все окей, когда уровень дохода позволяет жить нормально, все нормально, и путешествия у нас есть, и премии, и подарки, все резко повернулись в нашу сторону, и родители, и друзья, и все говорят, какие мы молодцы, и как все здорово, вот, мне хочется вспоминать, что они до этого думали, да, но реальность такова, не изменится мнение окружающих о бизнесе сетевом, пока ты сама, пока твоя семья, если вы вместе развиваете бизнес, не добьетесь здесь результата, и если случилось так у вас, девочки, что вас муж не поддерживает, или знакомые против, закройте на это глаза, и просто идите вперед, несмотря ни на что, выйдите на уровень дохода, допустим, среднестатистический по вашему городу, все, вы увидите, как эти знакомые пойдут к вам, сами в команду, и будут говорить, какая вы умничка, что никого не послушали, и пошли своим путем, ну, так вот так, вкратце, Жанна, импровизирую. Отлично, Ксюша, спасибо, я помню, что, как Ксюша, мы еще на форуме увидели столько фотографий, если я еще тогда с Андрюхом приехала, вот, вообще эти эмоции, конечно, все равно останутся в глубине души, хотя это было уже, ну, давно, 4-5 лет точно тому назад, да, Ксюша? Да, да, я помню. Да, Ксюша, единственное, знаешь, что я хотела бы у тебя такой момент спросить, у нас вот все мамочки в декрете, да, вот именно вот сегодняшняя тема такая, и бывает, когда мы работаем в фаберлике, в сетевом, я и по себе это замечаю, я думаю, другие девочки замечали, что ты, когда работаешь сетевом, и кажется, что твой ребенок обделен вниманием, и ты думаешь, как же это сделать так, чтобы ребенок не казался в стороне, вроде он уже все, как говорится, отбивается от рук, потому что ты все время сидишь в фаберлике, ребенок чем-то занят, то мультики, то еще что-то, расскажи, пожалуйста, вот именно вот этот момент, проходило ли вот это у тебя чувство было, и как ты с этим боролась, как ты вот работала в этом направлении? Конечно же, она у меня тоже такое было, вообще мои дети, это, ну, когда они родились, все, все перевернулось с жизнью, потому что они мне еще тяжело достались, у меня были сложные, сложные беременности, первая, вторая, вот, и ситуация в семье была такая, что нам хватило, хватало только на основное, вот в плане денег, да, то есть мы не могли себе позволить купить машину, поехать отдыхать за границу, о покупке еще какой-то недвижимости вообще речи не шла, и я думала, что, ну, неужели так всю жизнь будет, и когда родились дети, и хочешь дать им большее, ты понимаешь, что либо ты сейчас это делаешь, либо нет, с одной стороны, а с другой стороны, когда ты растворялся в ребенке полностью, не работая, да, только им занимаясь, а тут начал еще чем-то заниматься, конечно, внимание становится меньше ребенку, начинаются такие мысли, а я, наверное, там плохая мать, а я, наверное, там что-то не додаю ребенку, это такой сложный период ломки, который у меня тоже был, и я сделала для себя некоторые шаги, некоторые выводы, которые, ну, переломили очень много, во-первых, я изменила режим свой лично, как мы девочки раньше делали, я не знаю, как вы, я конкретно делала в первом декрете, ребенок ложится спать, включаешь сериальчик какой-нибудь, на телефоне, или на компьютере, или в соцсети залазишь, и смотришь, пока он не проснется, да, сейчас, во-первых, я стала работать полностью всегда, когда дети спят, во-вторых, я стала вставать в 5 утра, в 6 утра, поэтому не досыпала, то есть в 5-6 утра, пока дети спали, там, до 7, конечно, было сложно, когда прям маленький ребенок был, он что-то ночью вставал, его надо было кормить, но вот как-то урывками, вставала в 5, в 6, до 7, до 8, работала, это очень большой промежуток времени, 2-3 часа, когда ты концентрируешься, но не на всем подряд, а только на рекрутинге, это самый главный наш процесс, и 2-3 часа чистого рекрутинга в день, а потом в течение дня урывками ты садишься в любое промежуток времени, дальше какие-то действия делаешь, я изменила режим работы своей жизни, своей семьи, то есть у меня дети стали есть все в одно время, когда уже подключилось обычное кормление, в одно время, стали спать в одно время, мне это было очень удобно, и мы стали ложиться раньше, то есть если ложиться там в 11-12, то, во-первых, ты сама не встанешь утром, во-вторых, дети будут очень сбалшены на следующий день, поэтому максимум полдесятого все уже ложили спать, сначала было сопротивление, потом я их приучила. По поводу времени, проведенность с ребенком, я слышала одну такую фразу, невозможно быть максимально успешной во всем, 100% успешной идеальной женой, идеальной мамой, идеальной бизнес-женщиной, поэтому нужно выбирать золотую середину. Конечно, когда ты полностью проводишь время с ребенком, ты полностью в него погружена, это хорошо, но с другой стороны я понимала, что если я сейчас не сделаю то, что я хочу, я не смогу потом дать будущее своим детям, мне очень хотелось в детский сад в частный отдать старшего, я понимала, что у нас нет денег, мне очень хотелось давать качественную медицину, а не нашу государственную, у нас педиатр, прости господи, лучше к нему вообще не приходить. Я хотела покупать им хорошую одежду, игрушки, когда они захотят, когда тебе ребенок просит игрушку, а то больше у тебя нет денег на это, чувство не очень так. И поэтому я решила для себя, что я два часа в сутки днем полностью погружаюсь в ребенка, когда никто нас не трогает. То есть я отключаю телефон, я отключаю компьютер, и два часа мы с ним рисуем, мы читаем, мы там играем во что-то, неважно, это было всегда, там по возрасту ребенка, мы занимаемся вот чем-то, что для него сейчас очень важно. И, девочки, насколько было мое удивление, когда я увидела, что ребенку это хватает. Конечно, остальной промежуток времени, мы тоже вместе, но вот так вот все урывками получается, бизнес-семья, бизнес-семья, но когда ты два часа только с ним, он выкладывается все, что он тебе хочет сказать, ты выкладываешься полностью, да, только в нем, ты даже, ну я на телефоны не отвечала, ничего. И после этих двух часов, ты чувствуешь, что ребенок, он счастливый, веселый, энергичный, ему хорошо, и это меня стало успокаивать. Гораздо хуже, когда ты в течение дня пытаешься уделить ему внимание, и постоянно отрываешься, и опять пытаешься уделить внимание, то есть ты вот что-то с ним начала делать, бас прервалась, начала делать, прервалась, и ребенок недополучает, и ты не доотдаешь, и это вот такой разрыв связи. Поэтому вот это качественное общение, минимум два часа в день, оно прям изменило ситуацию, дети стали спокойные, я успокоилась, у меня и тут, и там стало получаться, и я всем советую вот находить вот это время. Вы, наверное, видели, когда мамочки гуляют на прогулке, да, они в основном в телефоне сидят, дети гуляют сами по себе, там кто-то с кем-то, они в телефоне сидят. Вот это, я не могу сказать, что это игра с ребенком, или пребывание с ним. Вот когда, если ты вот с ним на прогулке, там два часа только с ним, да, не открывая телефон, рисуешь, играешь там в машинке, вот это пребывание с ребенком. А когда ты сидишь в телефоне и смотришь, а он что-то там делает, это не пребывание с ребенком. То есть вот эти два часа, они были либо на улице, либо дома, если плохая погода, мы часто гуляли. Слава Богу, что первый период, когда ребенок был маленький, он на свежем воздухе очень много спал, старшего я в сад отдала, в частный, да, тогда нам родители помогали, платили этот частный сад, потом уже, когда доход пошел, мы сами стали его оплачивать. А с младшим, вот он засыпал в колясочке, пока он спал, я работала с телефона, когда он просыпался, я с ним была. Ну вот как-то так. Спасибо, Ксюша, за твои слова, за твою историю, потому что на самом деле очень важный такой... Да, Вика там спрашивала, чем муж занимается, да, Вика, ты спрашивала? Да, чем муж занимается. Вот, Ксюша, какие обязанности выполняет твой муж в бизнесе сейчас? Ага. А что он делает, девочки? Он делает... Он монтирует все видео, которые необходимы мне там для личного бренда, в принципе, нам для работы. Он занимается нашими фотосессиями, он делает проработку структуры, то есть он запускает программу, которая делает автоматическую рассылку по структуре. Катя, выключи звук, пожалуйста. Рассылку по структуре. И он регистрирует людей на дисконт. То есть у меня запущена реклама на дисконт, автоматически идут регистрации, приходят каждый день. Он просто их вылавливает, да, он знает, где их смотреть, связывается с людьми в WhatsApp, регистрирует, активирует, помогает оформить первый заказ. Это очень мне помогает. То есть я дисконта не касаюсь. Он регистрирует, он сам уже все это знает, умеет, потому что на акцию, когда мы работали, там был такой поток людей, что там уже этот навык отрабатывается на 100%. И мне это очень сильно помогает. Это прямо освобождает время. Вот основное. Да, Ксюша. Так, у тебя, по-моему, еще в чате кто-то что-то написал. Молодец, большой объем работы. Спасибо большое. Да, Ксюша, спасибо, на самом деле, за твою историю. Сейчас перед нами наш именинник, именинница Яна Титкина. Она сейчас находится в открытом звании серебряного директора. Проживает в Российской Федерации, город Саратов. Ей 29 лет. В разводе у нее дочь, 4 года. И ее девиз по жизни – это «Вижу цель, не вижу препятствий». С Яной Титкиной мы знакомы онлайн. Как-то в личной встрече нам не удалось встретиться. Но я думаю, это у нас еще все впереди. Немножко о Яне. Ксюша уже рассказала немножко, что Яна пришла к нам, была когда на седьмом месте беременности в компанию «Фаберли». И у нее, знаете, такая история очень интересная, что она 6 или 7 месяцев открыла ИП. Почему? Потому что она открыла офис и содержала его. И я помню, как она нам кружочки записывала, как она сделала ремонт. Я такая думаю, как она там все в саду. Блин, какая красота! Как она со своей дочерью приходила на офис, и они работали вместе, выдавали заказы. Если я ошибаюсь, но мне кажется, что вот это у тебя было тоже, когда ты была, находилась в декретном отпуске, твоя организация завершила свое действие. и у тебя не было работы. Я помню, ты записывала кружочки. Но вроде это было уже в декретном отпуске. Да, Яна? Вот. Поэтому, Яночка, я тебе предоставляю слово. Расскажи нам, пожалуйста, о своей работе в декретном отпуске, с какими проблемами, сложностями ты столкнулась, когда ты открыла звание директора. Трудно ли тебе это было? Была ли у тебя поддержка твоих близких? Если нет, как ты с этим работала? Предоставляю тебе слово. Жанна, скажи, а я тебе сладик, который кидала, ты не вставляла по хронологии? Сейчас, все будет. Вот. Отлично. Просто, знаете, когда наконец-то вчера села, спасибо лишний раз за вебинар, чтобы, знаете, повод сесть и составить хронологию, потому что я поняла, что у меня за время декретного просто такие были нереальные качели, что иногда думаешь, боже мой, не жаль, это было со мной. Где была, все успела, все попробовала. Но начнем сначала. Все правильно. Я пришла в Фаберлик. Уже была в декрете, то есть мне два месяца было до родов. До этого я была в другой сетевой компании. Я совмещала с наймом, но долго не буду говорить про ту компанию. В общем, попала в очень слабое место. Не знала, как выбирать правильный наставник, команду и так далее. В общем, попала чисто случайно. Команда не была толком, обучения не было. Но я такая думаю, нет, я лидер, я буду биться сама. Короче, два года я билась. Ну, в общем, одно на самом деле очень тяжело. И школу создавала, и то создавала. В общем, как говорится, один в поле не больно. В итоге одна я не пробилась, но я увидела, как живут. То есть я увидела там деньги, что в сетевом они реально есть. И на тот момент я так на самом деле уже устала именно работать в найме, потому что я работаю с 18 уже серьезно. И в отпуске я не уходила, потому что я училась заочно. То есть мой отпуск уходил на учебу. Поскольку я была самая молодая, я бухгалтер, 18 лет, меня гоняли, как хотели. Поэтому я настолько эмоционально просто устала от работы, когда зарплата у тебя всего 12 тысяч, и ты устраиваешься в подработку. Я работала параллельно фотографом, то есть с одной работы в другую работу. Потом я вышла замуж. Плюс, да, еще ко всем делам, я также осталась работать на двух работах, плюс еще уже домашние дела, замужество, семья. И просто было какое-то бесконечное просто колесо. Поэтому хотелось выдохнуть, хотелось свободы. И как раз, когда я уже подходила прям к родам, я понимаю, что в той компании я уже не добьюсь, потому что два года бьюсь, а там настолько, знаете, вот такое ощущение, как будто 25-м кадром тебе вбивают в голову, что не посмотри ни влево, ни вправо, не проанализируй свои действия. То есть ты два года бьешься, одна в одиночку, создаешь фейковые аккаунты. Я помню, тогда как раз только Телеграм был. Я там инициировала, давайте создадимся фейкового аккаунта, создадим какую-то активность. То есть пыталась всячески этот корабль поднять, но, блин, в одиночку тяжело. И вот здесь я понимаю, наконец-то мне прибивает, что, Ян, может быть, стоит попробовать что-то другое, потому что там, ну, ты выдохла сявной, и тогда не пробьешься. И вот здесь я решаю все-таки, решаю попробовать, хотя бы попробовать посмотреть другую компанию, потому что, в принципе, ну, сетевую я уже знаю, выбирать, как знаю, и полезла в YouTube. Полезла в YouTube. Сначала я стала искать именно компанию, и, в принципе, их, на самом деле, много сетевых, но мне здесь подсказывают, ну, подсказала мама, смотри, где Суберлик. Тогда, на то время, мы пользовались средствами для мытья посуды. Жанна, подожди, пожалуйста, Лену, звук у меня. Вот. И пробовали средства для мытья посуды. И вот, наверное, с этого все и началось. То есть, когда я залезла в каталог, я, честно, была в шоке от ассортимента. После предыдущей кампании, вот это вот просто 300 страничек меня свели с ума. Я понимаю, что насколько легко будет делать не только личный товарооборот, но и в целом командный, чтобы люди покупали, а это как бы залог, да, и за счет большего товара, большего ассортимента можно делать легко товарооборот. В итоге по разным моментам я выбрала фабрилик, а потом я уже стала выбирать направленный наставник, и вот так вот я попала к Сене. В итоге первые два месяца работала как могла, потому что уже сидеть было тяжеловато, и как бы уже устаешь и так далее. Но что-то пыталась, проходило обучение, но, знаете, я тогда сделала большую ошибку, то, что я не сильно искала лидеров. Почему? Потому что у меня было в голове, как я могу сейчас привести человека на бизнес, если сейчас я понимаю, у меня роды, я не смогу с ним толком выходить на связь, и я не могу позволить, как бы, ну, быть такой безответственной. И поэтому лидеров я сильно не искала. То есть я входила в обучение, там, смотрела ролики, там, что-то я делала, но активных лидеров я не искала. Это потом я уже со временем поняла, что, в принципе, я же могла привести лидеров, например, передать Ксении, пока она их ведет, потом я там возвращаюсь к работе, там, на втором месяце, на третьем, и дальше с ними работать. Но тогда я посчитала, что я не могу так безответственно поступить, и не искала лидеров особо. В то время у меня очень достаточно была активная ветка за счет командного рекрутинга. То есть ветка достаточно быстро росла, и где-то, наверное, знаете, когда было Веронике месяца три, плюс-минус четыре, я уже более-менее подключилась к работе. То есть там я как-то пыталась урывками. Работать было, конечно, тяжело. Поддерживал ли меня муж или нет, скажу, что он не мешал мне. Это самое главное. То есть я из тех, кто, если мне скажут, этим не занимаюсь, я скажу, извини, как бы это мой выбор. То есть я не буду подстраиваться, и у нас, благо, такого не было. То есть мне это было интересно. Я видела возможность поменять жизнь. И вот знаете, мое самое главное, то, что меня мотивировало, чтобы не было как плохо, у меня была огромная цель не быть на более-менее доход за полтора-два года. Потому что я в той компании два года билась. И понимала, что если сейчас вот закончатся декретные, когда будет там полтора года, ну ладно, до двух лет, если я не выйду здесь на доход, то, скорее всего, я уже брошу сетевой. То есть я больше не буду пытаться, потому что, ну, кому-то везет, мне не везет. Вот и поэтому у меня очень было такое, знаете, ограниченное время, чтобы за полтора-два года минимум вышло. И вот здесь началось, знаете, самое интересное. Получается, супруг мне особо не мешал, да, с Фиберлик, но особо и не помогал. То есть по факту получалось так, что он работал постоянно на работе, находился. На мне было весь дом, ребенок, и еще плюс он Фиберлик. Бабушек, дедушек у меня в этом городе нету, поэтому все было. На мне было очень тяжело, не сказать, да, при этом, как я пыталась находить время, да, на работу. Очень частый вопрос вообще, как это все совмещать. Тоже скажу, что я с основным вообще не дружила. Это вообще, наверное, тоже мечтала безумно, просто лечь и вырубиться поспать, потому что ребенок маленький, очень привязанный, спала он очень спокойно. Я еще думала, как могут дети три часа спокойно спать, час пободрствуют, потом опять три часа спят. У кого не спрашиваю, у всех три часа спят. У меня час максимум был. Что ж такое? Вот. И именно в моменты, когда она спала, я пыталась работать. Тяжело, устало, неважно. Просто садишься, полумертвая, ну, надо сидеть, изучать, пытаться, рекрутировать. А тогда еще были совершенно другие способы работы, в основном это ручные. Создаешь много страниц, там надо обработать странички, сообщения. То есть, ну, то, что сейчас такие дают инструменты, и раньше, это небо и земля. И вот ты сидишь и прорабатываешь даже 15 страничек в ручную, думаешь, боже мой, А еще техника еще не очень. Телефон слабенький. И вот каждое свободное время, пока она спала, я старалась максимально в работе. Когда она не спала, вот, наверное, вы видите на слайде, она у меня лежит просто на коленках, спит, я сижу, работаю. Она проснулась, я, извините, грузь в рот и сижу дальше, работаю. То есть, максимально старалась это все компоновать. Всегда была рядом коляска. Положу на коляску, рядом игрушки, покачиваю ногой, работаю. То есть, это достаточно было тяжело. У меня было правило, когда она спит, я работаю. А когда она не спит, тогда уже стараться потихонечку заниматься домашними делами, там, приготовить, прибраться. При этом у меня дома часто был бардак. Благо, спасибо супругу, она меня за это не пилила, мне было спокойно, потому что я понимаю, что сейчас с маленьким ребенком уберешься, через полчаса как будто не убирался. Я время свое ценила, думаю, там, раз там в пару дней, ну, чуть-чуть я, конечно, прибиралась там в легкую, вот, но прям массово я, не убиралась активно. Я не наготавливала там какие-то там космические блюда, которые занимали много времени. Все, что быстренько, благо, опять же, ну, наверное, в этом помню, знаете, который, супруга, которым я не пилил по уборке, по готовке, что приготовила, все съесть. В общем, на это я минимум тратила время. И когда работала, когда она спала, ну, в течение дня мне не хватало все-таки времени, потому что спала она недолго, час пролетал очень быстро, а в течение дня, когда она не спала, все равно, вы знаете, вот, ты только вроде сел работать, и через секунду, мам-мам, повернулся, начинает ползать еще больше внимания, то есть уже тяжело, постоянно ты отвлекаешься, это реально очень стрессово. То есть ты только сел, только как бы ушел в задачу, тут, бам, что-нибудь уронили, что-нибудь стукнулись. И вот постоянно вот это метание, конечно, тяжело, поэтому я стала искать возможность работать ночью. К сожалению, она у меня засыпала очень поздно, то есть прям в полную сону ходила, в районе 12. Вот в 12 она уходила, и я начинала садиться, работая до 4 до 5 утра. Благо, потом вставала в 11, хотя бы, потому что она мне долго спала. И вот, получается, я 2-3 недели спала с 5 до 11, остальное время я работала. Но надолго мне не хватило с таким графиком, помню, физически мне стало потом очень плохо, я потом долго восстанавливалась. То есть я прям очень забила режим, прямо еще ушла в жесткую. Потом, думаю, надо бы пробовать с утра вставать, хотя бы с утра, как Сеня говорила, в 5, в 6, в 7 утра. Но только я встану, девочки, через полчаса ребенок у меня просыпался, чувствовал, что мама нет, все. Во сколько бы я его не стала, в 5, в 6, в 7, все. Мамы нету рядом, моментально. Правда, мы с ней вместе спали, ей был где-то год и один, когда я отучила это кормление, я потом ей приучила спать отдельно. полегче, на самом деле, когда она уже, видно, привыкла, что я не все время рядом. Поэтому достаточно было сложно совмещать. Помимо этого, мне пришла гениальная мысль, поскольку я не очень могу расти быстрыми темпами здесь, а почему бы мне не открыть опис в своем городе. При этом именно была цель какая? Для того, чтобы выращивать бизнес-партнеров. В прошлой сетевой компании они работали в основном и это именно со знакомыми, проведение бизнес-встречи, и так далее, и так далее. Для меня это был темный лес, я этого дико боялась, но понимала, что именно такие живые встречи, они более продуктивные. Плюс я хотела команду в своем городе. И вот у меня офис, на самом деле, был только в первую очередь для того, чтобы развивать бизнес, проводить встречи, презентации, приглашать людей, а как бы выдача заказов, как бы, ну, это так поскольку-поскольку. То есть это именно у меня были вот такие грандиозные планы. Я была готова преодолеть себя, провести там сколько нужно встреч, чтобы научиться, как это делать, но хотела именно команду в своем городе, потому что знаю, насколько это важно, когда, ну, ты можешь встретиться, пообщаться, и это совершенно другое качество даже рекрутинга. В итоге, получается, у меня супруг работал в тот момент в банке, и для этого, да, чтобы как бы я не ходила с ребенком, он изменил свой режим работы, и он ушел на полсмены, там, по-моему, на 4-5 часов. То есть чтобы сидеть с дочкой, я в это время ходила бы в офис. То есть у нас был изначально такой план. Мы все просчитали, все было нормально, но, знаете, проработали, наверное, месяц, и мы поняли, что финансово мы вообще не вытянем так. То есть не знаю, как мы просчитывали, поняли, что деньгами мы, ну, не сможем, потому что у него зарплат, естественно, резалось просто в разы, а на офис надо временно раскрутку, а то как раз была весна, то есть, видите, в марте мы открыли. И в итоге мы принимаем решение, что супруг опять возвращается на полный режим работы, а офис не закрыть. Уже потратили деньги, рекламу и так далее, ну, как бы, как твой второй ребенок. И как бы закрывать не хотелось. Думаю, ну, попробую. Я женщина шальная, попробую, получится ли, получится ли, нет, так нет. И в итоге, получается, меня затянуло. В офисе я открыли в марте и закрыла офис я, получается, в августе 19-го года, когда дочке было 2 года. То есть открыла ей было 7 месяцев, и вот 7-месячной девочкой я ходила по 3-4 раза в неделю до 2-х лет. Первое время было более-менее полегче. Знаете, вот одна из фотографий на слайдах. И ползунки, ой, это и ходунки я носила, и коляски у меня были. Сколько раз заходили, я сидела с двух момент, кормила, что только не было на самом деле. И в чем был большой минус? В том, что по факту я не могла развивать офис. То есть, естественно, я уже не могу никакие проводить презентации. То есть все мои первоначальные цели, они просто улетели. Презентации не провести. Раз даже выходила с листовками, думаю, ладно, раз бизнес не получается, буду развивать именно офис, именно продукт. Вышла с листовками, но понимаешь, что все равно он постоянно работает, с маленьким ребенком точно не пойдешь листовки раздавать. И получается, в общем, офис развивался очень слабо. Рекламу я могла делать, но тогда еще ее как таковой особо не было. То есть там старыми дедовскими методами пыталась я. То есть офис сильно не развивался, с ребенком тяжеловато. И вот знаете, особенно вспоминаю просто дрожжи, когда зима, тогда вот красное удивление, была безумно снежная зима, машина просто не заводилась, я вот санками тащу, просто снег бьет, сугроба по колено. И причем офис начинал работать в 3 часа, когда у меня ребенок только-только должен был просыпаться, то есть реально был стресс. Но я не могла закрыть офис. Я старалась в офисе все-таки больше тоже находить время, чтобы работать именно в интернете. Я видела себя именно больше, как уже развитие в интернете, чем на земле. В общем, до 2 лет я была в офисе, потом понимаю, что она становилась старше, ей уже было самой тяжко, на самом деле. Рядом была площадка, была вот мы выйдем на площадку развлечься, вам звонок, пришли с заказом. Вот мы бегали, бегали, я, наверное, как-то сказала и поняла, что все как бы. А доход у меня был, знаете, тогда от офиса около 15 тысяч. Это чистыми, минус арены, где-то там 10 плюс-минус у меня выходило. То есть 10 тысяч. Я понимаю, что это неразумно. То есть лучшее это время я потрачу больше в интернет, потому что все равно уже приходят люди больше за заказом, то есть ты уже не находишь время работать в интернете, толком ребенок плаксивый, надо, в общем, было тяжело достаточно и я понимаю, что все, офис пройденный этап, то есть именно в той реальности я не могла дальше с офисом. Мы его закрыли и на самом деле, знаете, я выдохнула. Я перестала гоняться и снег и дождь, и ребенка тоже мучить, и сама мучиться, и как бы то, что я там получала дополнительно 10 тысяч, я их лучше в интернете заработаю. И здесь получается момент еще, когда вот как раз я была в офисе, я открываю директора, это было апрель 19-го, то есть, грубо говоря, через год. Как таковой офис мне в этом не помог, именно в директоре. Здесь я уже полностью, у меня было все в интернете. То есть вот мое директорское звание, это только за партнеров в интернете, потом подтверждаю директор, это был август 19-го. И, знаете, я здесь понимаю, что дочери уже два года, то есть, и на тот момент мой доход составлял, если не ошибаюсь, где-то в районе не было 30 тысяч. Да, 30-35 у меня был доход, и здесь просто происходит такой момент, я же еще в декрете, я же еще числюсь как ведущий экономист. И мне здесь звонят и вызывают на работу. Я не понимаю, в чем дело. И вот как раз, вы знаете, там получилось закрытие директора и ликвидация. И мне рассказывают о том, что как бы вас увольняют по ликвидации. А я такая сразу в мыслях, как могут уволить декретницу? Потом полезла читать закон и оказывается, при ликвидации с тобой просто тебя увольняют, и неважно, как у тебя и что. И здесь я понимаю, вот если не Фаберлик, вот честно, у меня началась бы паника, потому что ребенку два года. У нас тогда, по-моему, если не ошибаюсь, еще была, по-моему, ипотека. В садик ее досрочно отдавать. В садик все равно, это по-любому первые полгода постоянно болячки. Это по-любому. Работодатель, ни один не захочет брать в себя такую. Где первый, там и второй по-любому у вас будет ребенок. Ну, то есть не хотят брать молодых мам на работу тяжело. Плюс там у меня хорошая должность уже. Найти опять аналогично хорошую, причем я там не сразу была ведущим, то есть я начинала с экономиста, ведущей, то есть опять начинать сначала, то есть это реально был кто бы меня взял. Вот. А на тот момент у меня Фаберлик уже, я исполнила свою первую мечту и мы на цель. Мой доход уже реально превышал больше, чем в нами. Я получала экономистам 25. Здесь у меня уже Фаберлик было 30-35. То есть если бы я знала, да, как говорят, если бы знать, постелила бы соломинку. То есть не знаю, что тебя уволят, хотя я планировала в три года пойти сама написать заявление, увольняют раньше. И вот я понимаю, если бы не Фаберлик, что бы было бы, я не знаю, как на самом деле сложилась ситуация. А при этом, далеко не уходя, в январе 2020 года, то есть спустя, грубо говоря, полгода, я развожусь с супругом. То есть долго не буду в это входить. Последние там два года достаточно было напряжено отношение. Не скажу, что связано это было вообще с работой. Может быть, такие появятся мысли, что если я ушла в работу, как бы там в личной пошло как-то плохо. Нет, работа здесь вообще никак ни при чем. И если бы, знаете, даже не Фаберлик, я бы, возможно, не решилась на развод, потому что все равно в декрете ты зависишь от мужчины деньгами, как ни крути, декретные заканчиваются. Я знаю очень много историй, когда в декрете достаточно, ну, как говорится, муж проверяется в декрете. И у многих плохие отношения, и девчонки терпят. Терпят, потому что деваться некуда. Я понимаю, что если не Фаберлик, я потеряла работу. В отношениях все ужасно, я уже вообще не могу в них находиться, их никак не спасти. И опять же, да, Фаберлик помог пережить увольнение, помог пережить развод. И я очень, знаете, боялась, когда разводилась, я понимала, что чем старше будет ребенок, тем потом будет тяжелее. А мы на минуточку были семь лет вместе. То есть, как бы такой, достаточно такой серьезный шаг. И я боялась, конечно, финансово, потяну я или нет этот весь момент. Я помню, что я записывала на листочке, расписывала все свои расходы, чтобы понимать вообще, хватит ли мне жить на эти деньги. И вот с футь-фу уже пошел третий год, как я живу за счет Фаберлик полностью. То есть, мне хватает денег и квартиры, и питание, и отдых, который уже не сравнить, который был до декрета, конечно. И в садик, то есть, всего вся хватает. И опять же, понимать, что, причем, знаете, я начинала, когда в Фаберлик не было каких-то корыстных моментов, что вдруг я разведусь, чтобы были деньги, или вообще не было таких мыслей, ничего. Но жизнь так повернулась просто, что ты даже этого не ожидал. я понимаю, что мы не знаем, что будет дальше. Вот реально, что случится через год, через два, вот живешь, когда я родила, вроде бы нормально все было. И я бы не подумала, что я разведусь, либо уволят. А жизнь сложилась так, что вот если бы не было этой подушки, которую я создала, к чему бы я привела? И вот третий год, я абсолютно свободна и финансово, то есть, я не завишу. То есть, мне не нужно срочно бежать, как бы это ни звучало, надеюсь, я никого не вижу, там срочно надо найти, надо папу для ребенка, потому что, как это ребенок растет без папы, денег нету. Дома здоровое психологическое состояние. И то есть, на самом деле, Фаберлик, это вот не зря говорит больше, чем бизнес. Это реально такая и подушка безопасности, и момент для развития себя как личности, и знакомство с людьми, и на самом деле, реально очень здорово. И вот поэтому у кого-то там собачка, наверное, Альбина. Вот, и поэтому... Сейчас, Жанна выключит. Какой-то главный в коммунатной комнате. По-моему, Альбина включился звук. Да-да-да, наверное. Выключи, пожалуйста. Ага. Так, вы еще не привелся? Ладно, здесь будет тихо. В общем, общий такой момент, что на самом деле, если бы я знала, да, к чему это все привело, конечно бы, я, может быть, работала еще больше. И вы знаете, вот я неспроста сделала такую мини-подборку фотографий, просто, вы знаете, может быть, благодаря тому, что я видела, что реально есть результаты у девчат, что реально другой уровень жизни. Знаете, вот раньше я такая думала, хотя бы вот сетевом, ну, хотя бы зарабатывать, ну, хотя бы 10-15 тысяч. Для меня это было, знаете, какой-то космос. Когда ты зарабатываешь, ну, вот в прошлой компании, я два года сидела, у меня доход был не больше 4-5 тысяч, вы понимали. И это все было только объемной скидкой, я получала товар, все. И для меня было 15, это, знаете, какая-то просто мечта, просто вот. Но при этом я видела, что зарабатывать 50 и 100. Я думаю, ну, это вообще, это не моя тема, это вообще нереально невозможно. Ну, блин, где я, да, девочка много лет до семьи, и там, где они. Вот на самом деле, вот здесь я добавила фотографию с нашего путешествия в Турцию, который, кстати, тоже я получила в подарок от компании. Понимаю, что, блин, на самом деле, это бывает не просто картинки, а реально это бывает такая жизнь. И вот если поставить себе цель, ее действительно можно получить, ее достигнуть. И вот Жанна спросила, какой вот твой девиз по жизни, вы знаете, я думала, что бы сказать, и вот все-таки я очень часто о себе говорила, когда вот в самом начале декрета, когда было достаточно очень сложно, меня всегда двигало, вижу цель и вижу препятствий. Вот видно, я каждый из вас желаю найти вот ту цель, которая, знаете, побурит всю вашу лень, все ваши нет, все ваши отговорки, они, поверьте, ну, у каждой есть, ну, и у меня были. Но он меня настолько мотивировал, что у меня есть полтора-два года, чтобы выйти на доход, чтобы не выходить на работу, потому что для меня, знаете, просто была такая паническая, как бы такая страх, что я выйду опять с нами, и вот это опять начнется бесконечное 5-2, ни времени на себя, ни на ребенка и так далее. И вот просто не досыпало, да, там реально было тяжело, но я понимала, к чему я двигаюсь. И вот было, да, тяжело, лень, хотелось просто все бросить, лечь, наверное, выспаться, вот лечь просто неделю и тупо спать. Но я понимала, что от этого легче не будет, других возможностей нету. И вот именно, когда есть цель, вот действительно твоя, не навязанная, да, там вот бывает там, навязанная, хочу машину, хочу дома, ну, может тебе и дом-то не нужен-то, или машина, вот именно начувствовать свою цель, просто вот, причем, знаете, чаще всего, это цель от негативного опыта какого-то. Мечтать там, хочу в спа ходить, хочу путешествовать, ну, в принципе, доживется без спа, без путешествия тоже неплохо. А когда у тебя долги, кредиты, ипотеки, вот это вот, мне кажется, больше мотивирует. То есть от чего-то плохого, вот у меня плохой, это был найм. По поводу дохода, скажу, что в целом, как бы у нас, ну, более-менее нормально было. Мы могли жить, то есть мы никого не брали в долги, то есть более-менее жить, то есть, ну, для существования хватало. То есть, но цель не выходить в найм меня безумно двигала. И поэтому, несмотря вот на все сложности, боже мой, как я рада, что я выиграла Фаберлик, что я просто не сдалась, не посмотрела на свой неудачный опыт в прошлой компании, двигалась, несмотря вот эти качели, пункты выдачи, разводы, увольнения, ликвидации, прочее, просто я так кайфую, что я сегодня нахожусь там, где есть, и то, что я, ну, достигла, без мам, пап, кредитов, как говорится, заработала сама. Поэтому, какие-то неудобства, кто-то не поддерживает, кто-то что-то, будьте для себя тем маяком, который просто вас поддерживает, двигает, и однозначно потом, через полгода, годик вы тоже будете делиться своими историями, которые мы очень с терпением хотим услышать, как вы преодолевали весь свой путь, и у вас все получилось. Вот на этой нотке короткой я закончу. Если какие-то есть вопросы, можете задавать. Яночка, огромное спасибо. Я вот ты вот рассказывала, и я вспомнила, что, по-моему, вот в пять или шесть утра, помню, ты сидишь в общежитии, в халате, достаешь книгу, проводишь прямой эфир. Помнишь, такое было? Я думаю, как она так рано встала? Думаю, боже мой, какой человек! Вот это вот, ну, видишь, воспоминания все-таки есть, кажется, это уже и давно было, но как-то вот мне вот вспомнилось, благодаря твоей истории, как мы можем работать, несмотря на все преграды, которые условия для нас жизнь создает. Так, посмотрим в чат, может, есть вопросик. Яна, история просто до мурашек, спасибо большое. Так, девочки, если есть вопросы, задавайте сразу, пока Яна готова откровенничать и продолжать дальше. Я буду начинать, расскажу про ценные советы, которые нам девочки дали, сегодняшние спикеры. Какие советы? Декрет – это уникальное время, когда есть возможность полностью поменять сферу своей работы и реализации, начать все с нуля. Не теряйте его ни в коем случае, не сомневайте в себе и идите, не останавливаясь, несмотря ни на что. Минимум у вас год, чтобы потом обернуться и понять, что вы это сделали. Найти свою цель реальную и работать над ней каждый день. Чем сложнее путь, тем слаще победа. На самом деле, когда у вас сложный путь, вы, кажется, о боже, дай мне силы со всеми проблемами справиться. Как же мне найти силу, мотивацию? Но если мы найдем правильную цель, как вот Яна сказала, свою цель – уйти от найма, то ты, несмотря ни на какие преграды, будешь идти, несмотря ни на что. Так, что тут у нас? Чат? Ага, Яна, спасибо большое. И вот у нас последний слайд. Хочу подвести итоги наших замечательных историй, наших директоров. Хочу им сказать всем огромное спасибо. Девочки рассказали свою реальную историю, как у них все произошло. И вот зачитать такие слова. Вот мы все разные. На самом деле, мы все разные. Мы пришли в разное время. Мы из разных стран и городов. У нас разные истории и звания. У нас разные цели, но нас всех объединил проект-партнер и компания Фаберлик. И хочу напомнить, что проект-партнер больше, чем бизнес. И вот на такой замечательной ноте я бы хотела со всеми вами подпрощаться.